Всем привет, уважаемые зрители! С вами подкаст «Стурмовой элит». Мы перевалили за рубеж в 40 подкастов. А, как известно, 40 подкастов – самые сложные в жизни подкастеров. И вот, наконец-то, мы снова с вами в 41-м подкасте. С вами Ярослав Инаск-Кузнецов, Владимир Малыштурм-Кузьминов. Всем здорова! Здорова! О, ну, у нас такая неделя получилась, скажем так, отходняк после буйной прошлой недели, потому что он уже не мог градус накаляться дальше в некоторых моментах. Но, с другой стороны, немножко распутались частично темы, которые мы обсуждали в прошлом выпуске. Добавилось кое-что новое. Ну, а я, как всегда, напоминаю вам, что каждый понедельник в 18.30 вы проверяете, выходим ли мы или нет. Потому что почти все понедельники мы выходим, но изредка не выходим. На вас.tv.tv slash dailyshow. Также на всех подкастоприемниках после подкаста ищите нас. Ну, и во вторник в 18.30 на YouTube мы выкладываемся. Не забывайте ставить лайки, фоловить канал и также в Discord к нам залетать и писать ваши смешнявки, вопросы в dailyshow, вопросы ведущим. Специально есть вот такой вот канал. Вот я вам сейчас ссылочку дам. Вот туда заходите. Там иногда всякие интересные вещи пишут. Вот. Ну, а мы начинаем. Ну что, Ярослав, насколько ты по десятибалльной шкале оценишь эту неделю по интересности информационной? Ну, слушай, тоже не скучно же было. Нормально было? Да, были вещи действительно. Было, было, было. Мы два буквально дня подряд обсуждали банникса. Там, в трансляциях. Что-то еще. Сегодня получается третий. Вроде как заканчивается бан. Плюс мажор идет же. Как бы игры идут. Есть тоже что пообсуждать. Вот. Там наши мальчики все борются. Не особо успешно. Ну, и все что-то происходило. Пока еще нормально. Пока еще нормально. Ну, да. Так, типа. Нормально, да. Когда этот подкаст выйдет, уже будет понятно, нормально или нет. Ну, пока что еще продолжают бороться, скажем так. На данный момент шансы, да, есть. Что-то еще было по-любому на неделе. А, ну как там, типа вот это все. А там продолжение всех этих историй с Акумой. С Акумой. Много всяких вот таких челов, которые повылазили отовсюду. Говорят, все, всех сейчас забанят. Сейчас начнется, жесть. Ну, естественно, ничего не произошло. Ну, ярослав, в общем, все главные темы выпуска сегодняшнего перечислил. Хейт Нави. Ну, как бы уже никто не молчит. Уже все хейтят Нави. Вокруг уже нет людей, которые не хейтят. То есть, в принципе, дело идет своим чередом. Дело идет своим чередом. А я вот все думаю о том, что ЛТВ, пока у них было ни шатка, ни валка, не хотел приходить на подкаст. Сдается мне, что когда они, вот сейчас они могут выйти там в плей-офф мейджора или даже выиграть его, и он тоже не придет, почему-то мне подсказывает. Какая-то, получается, ситуация... Минус и минус. Он уже давно бы от этого не пришел на подкаст. Ты что? Из-за ваших каких-то там терок? Каких терок? Я даже с ним ни разу не общался. Ну, просто он, как и все остальные эти дотеры, они как дети малые, обижаются. Ты говоришь, что он играет как лох. И все, чел. О, блин, ты меня лохом назвал. И все. С тобой не общается. А я не могу по-другому. Если человек играет как лох, что мне сделать? Вот. Сейчас ты, кстати говоря, играет гораздо лучше. Это же разговор идет не о том, что ты лох конкретно, а разговор о том, что есть какой-то период времени, где ты играешь как лох. Ну, это реально просто кошмар какой-то. И, типа, ты это говоришь, а для человека это личное оскорбление, как бы. То есть он воспринимает... Слово «играешь» там, типа, нет. То есть, как бы... Вот. Я говорю, ты играешь, типа, как лох. А для него это ты лох. Вот и все. Потому что, типа, он только и делает, что играет, а если у него не получается, значит, как бы ты его лично оскорбил. Хотя я его даже не знаю. Может быть, он прекрасный человек абсолютно. Но когда он играл, это было очень плохо. Там, Virtus.pro, еще где-то. Но это был просто кошмар. И просто так его отовсюду покикали. Возможно, к нему нужен был особый подход. Вот в Нигме как-то получше пошло. Хотя я бы тоже не сказал, что там без греха все происходит. Но это всяко. Лучше, чем было. Это факт. Да. Ну ладно. Это мы еще опустим это пока что. Обсудим это попозже. Давайте перейдем к нашей рубрике «Трансфер». Тут немножко есть чего обсудить. Вот такая, например, из Counter-Strike. 26-летний Марселла Давид. Он же Cold Zero, если кто-то не знал. Покинул основной состав FaceClan по CSGO. По слухам, его место займет Олаф Мейстер. Слушай, я вот пытался вспомнить. Это же мы же обсуждали, что Олаф Мейстер так этот. Ему уже физически больно уже было последние игры играть, когда он уходил. Он вот вроде все уходит. И мы такие, ну все, наконец-то он ушел. Слушай, и... Опять по слухам. Самое интересное, что он вроде ушел-то из FaceClan, нет? Ну да. Он там числится типа в инактиве. То есть... Ааа. Ну слушай, ну... Да, продолжает мучить себя. Он прищемил подтяжки дверью. И типа вот это как какого-то мультики, да? Уходил, шел, шел тот. И в конце они дотянулись, его обратно засосало. Его сейчас пульнет куда-нибудь, знаешь, в предыдущую команду настолько сильно. Ну может быть, может быть. Ну непонятно. Ну просто он уже как бы... Это странно. Это что-то типа с Анейкой Нави, да? Только он в другую команду не уходил. Потому что он... Я вот сейчас открыл ликвейпедию просто глянуть. Пришел FaceClan. Потом в инактиве. Через полгода. Через месяц опять играет. Через еще месяц опять в инактиве. Потом опять играет. Через... Какие-то... Через месяц опять играет. Конвульсии киберспоративной игре. И потом типа через два года в инактиве. Потом типа через пять месяцев в стенд-дин. А потом... Ну все, FaceClan. А потом опять инактив. И вот до сегодняшнего дня инактив. Если опять будет играть. Ну это какой-то мем уже. Да, но эта новость осталась немножко как бы в стороне. Из-за как раз-таки истории с Акумой. Но тем не менее. Вот у Hold Cold Zero непонятный какой-то совершенно. Очередной. Ну какие-то вот в Европе сейчас какое-то смутное время. Европа в КСе похожа на СНГ в Доте. Но очень сильно. Какие-то бесконечные решафлы. Никакой стабильности. Какие-то суперзвезды на суперзвездах. А результаты все хуже. И СНГ вот уже сидит на шее. Но об этом тоже чуть позже. Лига Легенд. Нави решили отказаться от китайского состава по мобильной дисциплине. Лол Вайл Дрифт. И подписали российский состав. Интересно, чем это было вызвано. У меня такое ощущение, что все-таки. Наверное, в Китае, где все суперпопулярно. Ну в Азии. Как бы если ты в Китае, ты можешь на азиатский рынок податься. Мобильный. И туда, и сюда. Короче говоря, мне кажется, в Китае слишком дорого стоят нормальные игроки. Сдается мне. Ну и плюс ко всему, плюс ко всему, вот нами подписали состав китайский. Вот кто будет болеть за них? Вряд ли Китай, вряд ли СНГ. Не туды и не сюды. А от результатов зависит. Начнут выигрывать, начнут болеть. Где-то-то точно. Ой, ну слушай, в батл роялях подписать чемпионский состав нереально. Можно подписать медийный состав. Чемпионского состава в батл рояле нет по одной простой причине. Все слишком рандомно. Ну да, 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 да. Слишком дисперсионно. И то есть вот нет никакой вообще стабильности. Если у нас даже в некоторых дисциплинах мы там говорим, что слишком часто меняются, то здесь меняются будут неизбежно. Скаут из Эдвард Гейминг стал вторым иностранным резидентом ЛПЛ. Такая вот новость. Ну, нам, конечно, с Ярославом мало что говорит. Никнейм Скаут, ЛПЛ Гейминг чуть побольше. Но чем эта новость интересна, вообще и понятна, я думаю, любому человеку, который увлекается киберспортом, тем, что есть ограничения на количество легионеров в Лиге Легенд. Так вот, так как он стал резидентом, команде открывается, а это корейский игрок, команде открывается еще один слот под легионера. То есть у него теперь он может выбрать как китайского игрока, так и еще одного, например, корейского игрока. Это очень интересно. Интересно, как вот ему удалось добиться. Скаут является вторым иностранным игроком, получивший статус резидента в ЛПЛ. Первым в конце 2019 года стал корейский мидер Ким Дойн Птен Сан, который успел сменить несколько китайских коллективов и сейчас выступает за фанплюс Феникс. До 2016 года получить статус иностранного резидента в Китае можно было после четырех лет проживания в стране. Вот, собственно, и ответ на этот вопрос. Ну, то есть что-то связанное с, как бы не как в сборных, где вот один раз заигран и все, но если ты живешь в стране, да, уже долгое-долгое время, фактически ты, это же не какое-то клеймо, да, вот то, что ты родился там в определенной стране на всю жизнь. Ты переехал, ты можешь стать и гражданином, в конце концов, другой страны. Ну и вот четырехлетнее проживание, причем не обязательно даже, я так понимаю, гражданство менять. Просто четыре года живешь в Китае и можешь играть как резидент, а не как легионер. Ну я поздравляю его с этим, что я еще могу сказать. Мне, в принципе, все равно. А я скажу, что ты мог бы записать эту фразу и просто вот на лупы поставить там раз в 10 минут, я бы подстраивался, знаешь так. Не, ну а че мне, а че мне это, че? Не-не-не, все в порядке, все в порядке. Фнатик перевела Мун в запас. Малайзийский мидер Кам Бун Сенг, он же Мун, он же Нано, покинул состав Фнатик по ТОТО 2, но он состоялся в официальном твиттере британского клуба. На этом, кстати, тоже пофигу, если что. Рэвид Джабс Диджей Чой. Слушай, у них такой состав прикольный, не смогли они никуда пройти и, видимо, расстроились за это. Ну, они даже не смогли пройти на этот мейджор ТНС, вот они не смогли опередить. Хотя, ну что, даже ТНС не такой плохой результат. А, нет, третье место заняли, если я не ошибаюсь, Фнатики. Первый Тиван, второй ТНС, третий Фнатик. Вроде как так и было. Ну, слушай, ТНС оказались не так плохи просто, че? Они плохо начали, но вот сейчас, уже на данный момент, и после того, как наш подкаст выйдет, это не изменится, ТНС застолбили за собой сетку лозеров. То есть, они не вылетают, они не проходят венрай. Это первая команда, которая четко определилась, что она вот в лозерах. Да, то есть, остальные либо борются за верх, ну, не считая LGD, остальные борются за верх, там, либо за выживание. Ну, это так. Так, ну и последнее, Ярослав, конец трансферов. Да. СМИ. Сентинелс выкупила Тенс из Cloud9 более чем за миллион долларов. И эта новость должна тебе особенно понравиться, потому что это касается Valorant. Речь идет о игре будущего. О игре будущего, о Valorant. Эту новость мы можем обсуждать сколько угодно. Вот, смотри, Сентинелс. Кто это вообще? Ну, это как команда, ребят. Вот так вот, понимаете? Мы даже не слышали про нее никогда. А у них есть миллион долларов. И, скорее всего, не единственный, потому что вряд ли они все свои деньги потратили. Ну, вот. Да, команда, конечно, не блещет, так сказать, результатами. На данный момент она выиграла всего лишь прошедший чемпионат мира в Рикоявике. А, это они! Не, ну, слушай, мало ли кто еще выиграл такой чемпионат мира. У них даже сайта нет. Не легитимные чемпионаты, я считаю. Ну, куда нам знать вообще? Сентинелс. Сентинеллы, это... Раньше были... Радиент. Радиент в доте первой, да. Вот единственное, что мы знаем об этом всем. Сентинелс, вот сейчас... И спорт я уже гуглю, чтобы выяснить все. Ага. Слушай, у них есть сайт. Слушай, у них есть даже команды. Valorant, Fortnite, Halo, Apex. Ну, или шутеры, шутеры. Ну, шутеры, притом американские, ну, популярные в Америке, потому что никто, кроме Америки, в Halo вообще не играют. В Halo это точно, в Halo это... Хотел сказать, что такая за дисциплина Content Creators, но потом понял, да. Ну, в общем, вот такие вот цифры уже есть в Valorant. И учитывая, что он как бы... Он не то чтобы прям растет бурно, нет, скорее его поддерживают, и он развивается. Вот он именно не просто как какой-то мыльный пузырь надувается. Такое ощущение, что он действительно растет. Еще, я не думаю, что Valorant сильно вырастет, но сдается мне, что трансферы будут и покруче в этой дисциплине. А учитывая, что она ориентирована на североамериканский рынок, так вообще. С трансферами на сегодня все. Вот такие у нас были трансферы. Их было немного. Они были не самые яркие, как на предыдущих неделях. Но немножко мы их обсудили. Теперь пройдем по коллабам. И у нас здесь куча, на самом деле, коллабораций. Прямо... Ну, некоторые из них поинтереснее, некоторые не очень. Начнем с следующей коллаборации. Криптобиржа FTX заключил соглашение с киберспортивной организацией TSM на 210 миллионов долларов. Крупнейший в истории киберспорта. Теперь клуб приобретет криптовалюту на миллион долларов, будет расширять бренд и почти во всех дисциплинах будет выступать под названием TSM FTX. Казалось бы, да, казалось бы, это новость номер один. Но Riot Games наложила ограничения на спонсерские активации Team Solomit в рамках сотрудничества с компанией по обмену криптовалютой FTX. Состава клуба по лиге Легенды Valorant продолжит выступать под прежним тегом Team Solomit. Также может демонстрировать брендирование нового партнера в рамках соревнования Лиги Легенд Valorant. При этом само по себе сотрудничество с FTX не нарушает правила Riot. Сделка между TSM и FTX не нарушает каких-либо правил LCS, но обменники криптовалют находятся в категории компаний, на спонсорские активации которых действует определенное ограничение. В результате соглашения сторон о смене названия TSM брендирования FTX на джерси игроков команда не может применяться в рамках LCS и других киберспортивных проектов Games Северной Америки. То есть рекламить можно, но не настолько, чтобы открыть ворота, закрыть ворота, открыть ворота, но чуть-чуть. Вот так вот как-то. Чтобы тег не менять. Титульного спонсора нельзя. Ну, интересно как-то. Мне вот непонятно немножко, потому что, ну если можно рекламить, если они будут типа рекламировать, все равно там на джерси будут нанесены их логотипы, то такое ли большое значение имеет то, что они прям не могут титульным спонсором являться. Ну то есть вот именным. Но вот Riot Games как-то вот так вот решили. Целая сборочка коллабов. DC Comics и FaceClan запустили конкурс спидранов Fortnite. Спидраны Fortnite. А что делать? Спидран. Установил игру и надо пройти успеть. Типа, давай как Доту пройти. Да. Спидран Доты. Кстати, у меня есть друг, знакомый, друг Егор Жотом Медвед, который является бесспидранером Доты. Ну не знаю, правда, сейчас он там-то поделан или нет. Ну на самом деле нужно пройти тематическую карту Fortnite. То есть там же есть тематические карты. То есть там реально нужно спидранить. Полузащитник футбольного клуба Чесции и национальной сборной Англии Мейсон Маун присоединился к организации Combat Gaming в качестве амбассадора. Выспит ведущим участником кероберспортивных ивентов. Также займется созданием игрового контента для каналов Jinx TV и Sky UK. Вот я читаю эту новость и понимаю, насколько все-таки планета Земля, насколько много всего. Зачастую, например, ты живешь в Москве, и ты ищешь, где бы там вкусно покушать. И ты ходишь вокруг да около, смотришь всякие приложения, а в итоге у тебя оказывается какое-то подворотне рядом с домом. Самое вкусное там какое-нибудь кафе в мире. И эта новость, она типа того, потому что я вот знаю Челси, но я не знаю больше ничего из перечисленного. Но как бы какое-то это вот такое вот партнерство, да, и Jinx TV, Sky UK тоже не знаю. Ну хотя в принципе неудивительно, много ли мы знаем каналов зарубежных, да, не считая там всяких Discovery BBC. Погодите, 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 а как же вот Макдональдс стал партнером у Сан-Франциско-Шок? Это, а, это вот следующее, да, это, ой, Ярослав включился, а теперь вы новости из меня будете зачитывать? Нет. А я думал уже, я там все знаю, кто-то как раз поднялся. Нет, Макдональдс стал партнером команды Сан-Франциско-Шок, выступающей в Overwatch лиге. Партнерство поможет Макдональдс привлечь киберспортивную территорию Северной Америки за счет создания пользовательского контента и других активаций. Ну, с чего бы здесь начать, я даже не знаю. Ну, казалось бы, Макдональдс, да, кого привлекать? Но на самом деле есть большая разница между Макдональдсом в СНГ, ну, во всяком случае, вот в России, за все СНГ говорить не буду, и Макдональдсом в Америке. Потому что в России ты приходишь в Макдональдс, как в какой-то, ну, скорее, такой элитный ресторан, да? Элитный ресторан? Ну, там... Ну, не знаю. Ну, как-то сложно назвать Макдональдс элитным рестораном. Ну, да, но не элитный ресторан. Ну, ладно, скажем, такой очень крутой фастфуд. Такой, ну, скажем, там на уровне сервис всегда, там, да, там... Конечно, очень сильно зависит еще от места в плане, там, на фудкортах по-разному бывает, но в основном, вот если это прям здание, да, то оно, как правило, такое чистое, такое вот интересное, оформленное. В Америке совсем другая ситуация. Неважно, как вы воспринимаете его Макдональдс здесь, там он хуже. Вот Ярослав может меня поправить или, наоборот, согласиться? Ну, в Америке, конечно, Макдональдс в Америке, он такой, на самом деле, он из разряда туда заходишь, там частенько какой-нибудь, не знаю, бичара спит на какой-то лавке справа, типа, на входе уже. Ну, то есть там классика, это, ну, как бы классика, вот, но... И там, в целом, и грязнее, и как-то еда там... Ну, да, да, и на самом деле там и еда похуже, как правило. Но, типа, это не делает бренд, там, знаешь, бренд менее значимым, что называется. Да, но тем не менее, все равно вот они решили, что киберспортивная аудитория слишком, этот, знаешь, пока одни рекламят там всякие здоровые питания и спортзалы, пытаются геймеров навострить на здоровый образ жизни, Макдональдс, наоборот, говорит, ну-ка, фастфудик еще немного, слишком, слишком мало геймеров употребляют. Хотя мне казалось, что среди геймеров как раз-таки очень много людей должно... Я вот, например, знаю одного стримера, который постоянно ест там. Кстати говоря, я знаю одного аналитика Доты, который постоянно заказывает себе... Это InMate? Нет, InMate, нет, InMate всегда заказывает что-то такое натуральное. Это смайл. Смайл, да, да, да. По нему вообще не скажешь, что... Но это пока-пока, время свое берет. Время свое возьмет еще. Да, ну, слушай, тут еще интересно, что это именно калифорнийский Макдональдс, что довольно важно. То есть это конкретно вот штат, ну, Макдональдс из одного штата, это не самая верхушка там, не решение на уровне всей компании. Цифровой банк Q&T M-Pay стал долгосрочным партнером американского гиперспортивного клуба Dignitas. Сотрудничает, включает размещение логотипа спонсора на форуме рекламной коллаборации с игроками, а также смену названия команды клуба Лиги Легенд. Теперь она будет выступать под именем Dignitas Q&Pay. А это, видимо, можно, да? То есть вот криптовалюты нельзя, а банки можно. Ну, так это банк. Ну, да, да. Там банки, там нормально, там Лавандос, там Бакс, там Еврик, там вот это... Бакс, Еврик есть у вас? Фунт, да. Фунт Стерлигова или как его там. Вот. А криптовалюты, там что там? Там непонятно, что такое. Криптовалюты до сих пор непонятно, что такое. Это вообще не ясно. Типа, в принципе, не удивлюсь, если их завтра запретят и все. И скажут, все, нельзя больше пользоваться. Ну, это, конечно, будет очень интересная экономическая новость. А мы продолжаем. Бренд энергетиков Scream станет спонсором команды Лиги Легенд, китайского керберспортивного клуба FPX, лого энергетик, поэтистная игра в форуме. Интересно, что Scream также является одним из спонсоров сборной Китая по прыжкам в воду. Если что, кстати, сборная Китая по прыжкам в воду очень сильная. Вот в какой-то момент они захватили эту... Насколько я знаю, там вот Россия и Китай. Две прям супер лидирующие, но Китай вроде как жестче. У них там просто жесть какая-то с этими прыжками. Так, это была целая сборка коллабов. Теперь нам главное не повториться, потому что, возможно, какие-то еще коллабы я накидал дальше. Французский модный дом Balenciaga выпустит совместную коллекцию капсульной одежды с Sony PlayStation 5. Знаешь, такой бренд? Balenciaga, конечно. Другой вопрос, что такое капсульная одежда. Блин, мне что-то объясняли? Это что-то из серии... Это в капсуле? Не-не-не, это что-то из серии типа там... Блин, то ли безмолдний, то ли... Вот в чате наверняка есть модельеры. Сейчас нас поправят. Сейчас, ну короче, пока в чате... Я забыл, мне блин говорили. Или что-то, что состоит из нескольких шмоток, их не так много. То есть вот их чуть-чуть. В чате пока тишина. Так вот, в релиз вошли две футболки-худи с принтами. На них нанесен узнаваемый логотип PS, изображение кнопок геймпада брендинг, Balenciaga и дат запуска консоли на репорте 2020 года. Любая вещь из совместного релиза стоит дороже самой игровой консоли. Ну вообще, выглядит это все весьма херово. Как бы как реклама какая-то... То есть вообще в один момент, не знаю, когда это так произошло, но это именно вот какой-то момент случился, кто-то... И, кстати, Balenciaga, по-моему, были впереди планеты всей. Стало модно, ну как бы, знаешь, писать на брендовые вещи, во всю вещь, огромными буквами название бренда, чтобы все знали, бля, что у меня Balenciaga или там Louis Vuitton или что-нибудь там вармани какой-то, да? Вот. И как бы получается, что ты так ходишь и рекламируешь. Ну, и это при том, как бы ты как бы со одной стороны ты такой купил себе, у тебя Balenciaga на всю кофту написанная. И ты как бы хочешь рекламируешь, но с другой стороны ты как бы всем говоришь, смотри, чел, это твоя зарплата висит у меня. Типа, ну вот, я твою зарплату надел на себя. Потому что там какая-нибудь кофта в Balenciaga стоит, ну там реально, не знаю, 50 тысяч рублей или даже может больше. Ну смотри, а что, конечно. А тут, ну я просто смотрю на эту коллекцию, но она вся в каких-то брендах. Balenciaga, PS5, там еще что-то. Можно просто еще там, не знаю, NVIDIA, там Intel, просто все туда нахерачит. Я бы такое даже за... Лизинг какой-то. Ну да, я бы такое не купил бы даже и за пару тысяч рублей, честно сказать. Я подобное ношу, это вот мне, ну типа, присылают, я не знаю, просто мерч какой-то, знаешь. Например, эпики от Fortnite присылали иногда, там что-то вот с всяким брендом, там все в брендах. И ты думаешь, ну блин, я в этом дом буду ходить, типа пачкать одежду и все. Вот у меня, кстати говоря, знаешь, чего это? Что? Сможешь узнать? Это? Ну да хрен знает. Очень легко догадаться. Ну я не понимаю. Это VAST. Ага. Не так ты просто догадаться, если что. Ну просто на вазе. Капсульные подсказывают ограниченные по тиражу. Вот, все-таки вот так вот. Ну для сравнения, официально PS5 стоит 500 долларов, в то время как Худи обойдется 875, футболка 675. Доставайте денежки, Ярослав. Будете носить баленсианку. Чем дороже вещь, тем меньше лого. Человек пишет, чувак, вот я тебе говорю, ты обрати внимание, это изменилось сейчас. Сейчас ты зайдешь в магазин Louis Vuitton, и там на всем будет нахераченный Louis Vuitton больше, чем что ли. Там просто будет Louis Vuitton. Скоро будет, скоро, я не знаю, будут люди носить одежду, а она будет вся. Ну хотя Louis Vuitton они уже давно так делают, что вот этот вот логотип LV у них, и всякие плащи, которые целиком из этого логотипа сделаны, либо сумки, которые полностью в этом логотипе. Это у них на самом деле давно. Но в последнее время и не только, так что сейчас это просто тренд такой. Российский киберспортивный холдинг YesForce Holding, между прочим, куда входит RUHAB, например, Virtus.pro, Cybersport, подписал меморандум о сотрудничестве с мировым спортивным центром Катара Aspire Zone Foundation в рамках Петербургского международного экономического форума 2021. А ZF и EsForce намерены сотрудничать в вопросах развития киберспорта и индустрии в России и Катаре. Проводить совместные мероприятия, обмениваться экспертизой при организации проектов. Удачи. Зашел, знаешь, так одной ногой и что-то где-то слышал там какие-то. Я бы сказал, о, ну наконец-то не зря Роман Дворянкин ездил в Катар. Но хотя это никак не связано, больше Роман Дворянкин к Кизфорсу, в отличие от Катара, отношения не имеет. Честно скажу, я без понятия, что это значит и во что это выльется. Звучит как какое-то сферическое партнерство в вакууме. Да, согласен с тобой. Честно сказать, не знаю я про это. Никакой дополнительной информации. Никто мне не сообщал. Мне, наверное, надо было запросить что-то у нашей пиар-службы, но я просто... Ну ты мог бы, да. Я мог бы, но я в какой-то момент вот сел, подумал, и что... Ну я почти уверен был, что они мне ответят так, что никакой конкретной информации сюда все равно не дают. То есть нет такого, что ну все, эпицентр в Катаре там. Или там в Virtus.pro уже завтра едут в Катар на буткемп. Или что-то подобное. Это то есть вот какое-то вот... Ну, это что-то из серии... Вот ты приходишь там на дачу к бабушке, а она говорит, вот помнишь, у нас там вот было за огородом, там у меня... Там еще был участок, да? Так вот, короче, я там, типа, крапиву скосила, и там можно что-то делать. Но в целом, не очень хочется, потому что крапива там все равно, там эти черенки остались, огромные-то крапивы высотой. И вроде как надо, типа, это все возделать, туда посадить редьку какую-нибудь, или редис, или что-нибудь. Что вы сажаете там на даче? Помидорки, огурчики. Авокадо я сажаю. Авокадо. Авокадо, да. Может, посадить. Собираюсь посадить авокадо. Вот. И что-то из этого вырастет. Слушай, ну, да, не очень понятно, но я вот... Что я точно знаю, короче, там началась какая-то история. Ну, я могу немножко ошибаться, ну, скорее всего, точнее, я где-то сейчас ошибусь, но что-то примерно вот подобное. Короче, какой-то там в одних, в одном из Эмиратов, Арабских Эмиратов, какой-то шейх сказал, что вот мы хотим, возможно, это был Дубай, а возможно, Абудаби, ну, не суть. Мы там, вот, типа, молодежь, вот эти вот компьютерные, там, игры, киберспорт, там, ну, интернет-технологии, всякие интернет-вещи, киберспорт тоже сюда входит. Мол, вот это все, типа, это перспективно, надо этим заниматься. Примерно как у нас Путин как-то рассказал что-то подобное. Ну, и там люди пошли по типу заниматься. Ну, то, ну, как Бопа, там сказали, ну, типа, надо приложить к этому усилия. И кто-то скажет, а при чем тут вообще Катар? Да, в общем-то, действительно, ни при чем. Ну, просто вот Катар, Саудовская Аравия и рядом еще, ну, Арабские Эмираты, вот, они там сидят, по большому счету, они конкурируют во многих сферах, пытаются. То есть в туризме, там, в бизнесе и во многом. Кто-то один что-то делает, вторые смотрят на это, думают, так бы, ну, они там занялись, надо бы тоже посмотреть, что ПНН, ну, типа, в этой сфере можно сделать. И вот, помнишь, недавно сотрудничество Нигмы с, ну, в Абу-Даби, там, с этих... Ну, конечно, конечно, конечно. Они там... Вот в Катаре... В Катаре тоже, видишь, начались какие-то... Ну, типа, тоже, видимо, хотят развивать там киберспортчик. Туда же, ну, куда-то туда смотрят, что-то в этом направлении делать хотят. Сами ли понимают, что именно? Да не факт, на самом деле. Ну, вот, что-то там какое-то сотрудничество заключили, что-то, может быть, будут делать. Но я реально думаю, что что-то грандиозного в ближайшее время мы уж точно не увидим. Ну, так, на перспективу, может быть, через какие-то... Через какое-то время может это во что-то и выльется, кто знает. Вот. Да. Во что? Остается только гадать. У нас была новость про то, что команда сменила название, но не она одна, потому что китайская киберспортивная организация JDG Gaming, также известная как Jing Dong Gaming, объявила о партнерстве с корпорацией Intel, в сторону заключили двухлетнее соглашение, согласно которому состав будет выступать на лиге LPL под названием JDG Intel E-Sports Club. Финансовые условия и сделки не разглашаются. Вот так вот. Intel тоже можно. Не удивлен. Вообще, как Ярослав обычно, потому что, ну, офигеть, сейчас бы Intel еще было бы нельзя компьютерному железу менять. И интересно, что они вообще смогли вот так вот запартнериться. это крутое, я бы сказал, очень крутое партнерство, потому что банки банками, всякие там, я не знаю, фастфуды фастфудами, но вот прям, мне кажется, испокон веков и до сих пор железные коллаборации в киберспорте одни из самых сильных, потому что железо это то, что будет киберспорт всегда продвигать, потому что для игр нужно современные ПК, потому что Simple сидит и говорит, у меня 239 FPS, я не могу играть, мне нужно 240 стабильно, ну, условно. Он реально такой говорил. Это Counter-Strike, чувак. Стабильно нужно. Стабильно, да. Ну, так, и еще у нас одна коллаба, у нас еще будут такие околоколабочные новости, это Free Fire и Street Fighter. Гарена объявили о начальном главном сотрудничестве с Capcom, разработчиками Fighting и Street Fighter. В рамках коллаборации в мобильной королевской битве в Free Fire появятся скины Рю и Чун Ли. Чун Ли, это, по-моему, девушка такая, у которой обычно в последних всех версиях ее какие-то огромные какие-то ноги просто перекачаны нереально. Видимо, она лупит. Но Рю, это один из этих... Рю, это да. Хадукин, по-моему, кидает, который. По-моему, его тема, да. И вроде в Боши первый босс. Я побеждал просто его. И скин есть его еще. Да, ну, возможно. Ну, ладно. В общем, коллаборация с Free Fire. Вот. У меня есть еще один. Блин, я сейчас не знаю. Ладно, короче. Надеюсь, не уволят. А еще я знаю, что Free Fire будет комментировать Руха. В ближайшем. Вот это да. Новость на Сайверспорте. Знаешь, если можно, то напишет. А если нельзя, то не напишет. По понятным причинам. Короче, сотрудник Сайверспорта, отсматривающий материалы, делающий новости, вы там уточните у нашего общего начальства. Можно вообще такое писать? Ну, ладно. Какой все-таки подкаст без инсайдов? Я согласен. Да, я не знаю, в чем опять... В чем секрет, блин? Вот если бы, например... Честно, дофиг его знают. Но вот я сейчас сказал, а мне... Да как ты... Мы еще там, типа этот... У нас там было партнерство с этим... С кем-то оно сорвалось. Я не знаю же, как это все работает. Почему это все не анонсируется? Почему мы там о датах квал на Инт узнаем за месяц, там два, да, квал на Инт, а не заранее. Кстати, да. Тебе прислали инвайт на Инт? Нет. И мне нет. А если бы прислали, то сказали бы не говорить никому. Получается, если бы сказал нет, то это может быть обманом, да? Может прислали. Но ты стал очень уверенным, поэтому мы все поверим тебе, что... За день до этого, за день до Инта, ну что, прислали? Нет. И мне нет. И типа уже... А уже ведь можно говорить. Но от этого, как говорится, не меняется. Ну все верно. Я думаю, после мажора. Ой, это всегда, это всегда очень... Для комментаторов и для аналитиков это очень такая животрепещущая тема, потому что, ну, грубо говоря, сейчас уже мы находимся в ситуации, когда не взять можно кого угодно, да? А мне вообще насрать. Если не поеду на Инта, я просто запирачу красиво. У меня как раз студия уже будет под это дело. Ну вот, ты не этот... Я вижу, не расстроен вообще будешь. А у меня... А мне нечего расстраиваться, ведь меня же, скорее всего, позовут. А я приду, короче говоря, тогда, если вот нас не позовут, я приду к тебе в студию комментировать на четвертый... Не на второй, а сразу на четвертый канал самые худшие матчи. Ну, у нас будет один, дарить канал-то, ёл-пал. У нас же не такая студия, как у студия. Но ты должен мыслить шире. Ты должен создать NS Just NS 2, Just NS 3, Just NS 4 и Just NS Red Zone, где ты будешь стоять и говорить... Так, ну в данный момент самое интересное. Ну, Just NS Red Zone я там буду просто бухать. И не только я. Так как я не могу всегда бухать же, правильно? Нужно еще иногда отдыхать от этого. Там будут и другие люди приходить, по очереди все будут. Я слышал, у тебя есть друг, который наверняка придет. У меня много друзей, которые могут участвовать в таком мероприятии. Да, поэтому тут да. А ну правда, видишь, пока никому не прислали. Будем ждать новостей. Прикинь, какой будет подкаст, когда пришлют. Да, блин, не, когда пришлют не будет, потому что опять же надо будет дождаться. Вот если факер напишет, как всегда, на август работу не... я уже запечатывал письмо, где приглашал его на нашу совместную вечеринку. На август работу не предлагать. Я просто помню это времена. Работу не предлагать. Кому-то кто-то предлагал работу. Стоянно. Особенно это было мемно, когда вот у нас был какой-то состав, и условно, ну вот, Рухаб был один, да, и то, что там, допустим, факер не поедет на какой-то турнир, этого вообще нельзя было представить. Там Вилат не поехал на один только турнир, потому что у него дочь должна была родиться, насколько я помню. И это была единственная причина возможная, да, а все остальные люди, они вот ездили, ну только там, если кто-то, я не знаю, вот прям вот совсем не смог, да, все остальные были одни и те же. И вот этот вот анонс талантов, каждый раз с покерфейсом, где одни и те же люди, но каждый раз, когда, типа, ну, каждый раз им говорили, так, у нас такой-то турнир, многие писали, по-моему, я тоже писал, что, типа, в августе, там, или с такого-то по такого числа занят, не предлагайся работать, хотя кроме Рухаба никто тебе уже не предлагает работать, потому что ничего больше нет, кроме Рухаба, на тот момент в киберспорте, но не предлагать работать. Не предлагать. А еще это, вообще, каждый раз, да, орут с того, что одни и те же люди, всегда ничего не меняется, но при этом куча недовольных людей, которые, мол, недовольные инвайты. одними и тем же, давайте расскажем. Там, в принципе, да, но там, как правило, каждый год все-таки какая-то есть вот плюс-минус 2-3 человека, и обсуждение идет вот именно вокруг, ну, во-первых, вокруг того, что вот 2-3 человека, вот эти вот, вот, ой, а почему эти, а не вот эти, да, и каждый раз вот, ой, как хорошо, что не позвали никнейм любого, кого там не позвали, найдется человек, который будет рад этому анонсу только потому, что он не увидел там кого-то, или там, что ты, я помню, читал, типа, так обрадовался, а потом увидел его там, типа, в списке где-то там. Ну, короче, хейтеры, и, ну, больше хейтерская история какая-то получается, чем фанатская на самом деле, ну, поэтому уже давно такого не делается, ладно, ну, кстати говоря, мы, на самом деле мы приближаемся к этой эре, потому что, я сегодня увидел твит с утра, когда засыпал, ну, второй сон у меня был, я смотрю, типа, Сергей Гламазда пишет что-то типа, освещение студии на мажоре, освещение студии, там, на лиге, точнее, на лиге и на мажоре, и две одинаковые фотки, ну, с как бы подколом, что мейнкаст и лигу и мажор практически одинаковые, ну, у них одна студия же была, да, и она сильно не изменилась, ну, и это реальность будущих, я не знаю, я думаю, пару лет, что все вот так вот будет у нас плюс-минус однообразно, изменений будет минимум, и я думаю, нифига себе, а потом я смотрю, что это просто фотка Сергея Гламазды, там, какой-то левый вообще аккаунт, который по какой-то причине мне вылез, так как же тебя легко обмануть, да, 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 там, постоянно так, ой, ладно, на чем мы остановились-то вообще, на коллабах, коллабы у нас на этом закончились, и дальше у нас вот такая история о смене формы, у нас есть как раз-таки, давайте сначала посмотрим фотку, да, и потом, вот запомните, это форма Virtus.pro, которую они в свое время выглядели в рамках сотрудничества с Мегафоном, и в чем история, история в том, что когда это все произошло, они словили дикий хейт, потому что говорили, что мол, кстати, два раза в истории ВВ такое было, первый раз они меняли вот на зелено-фиолетово-белую, второй раз они меняли на черно-красную, когда Инд в Китае был, и каждый раз словили кучу хейта, ну, я думаю, что это только СНГ-комьюнити, вот, именно такое могло выдать, потому что первое было, фу, продались, и это был супер-мега-хейт, и во многом из-за этого, как вот пишется, ну, я думаю, что это догадки, но, тем не менее, какой-то такой полуинсайт, что, мол, планировалось долгосрочное сотрудничество, на несколько лет, а пришлось закончить все в конце, по-моему, 2018 года, потому что все спрашивали, где старая форма, потому что, ну, я вообще где-то прочитал, и до сих пор, вот, встречаю, что зеленый и фиолетовый, это сочетание просто, буэ, с точки зрения дизайна, считается, типа. Ну, слушай, ну, оно реально выглядит, именно, я согласен, не супер-круто. Ну, как бы, знаешь, вот, тут же дизайн-дизайн, не дизайн, а ты просто сам смотришь, вот, как бы, да, и тебе не очень нравится, как ты глаз режешь. Ну, да, причем, у мегафона, вроде как, как раз и были, вот такие вот, зелено-фиолетовые цены, но у них это все как-то в рамках, как-то у них это не смотрелось настолько, вот, плохо, как это смотрелось на форме. Кружки, блин, там, два-три кружка, а тут, как бы, надо раскрасить одежду, в этих, да, разные абсурдные вещи, естественно. Вот, и появилось у нас, в этом году, уже, вот, буквально, в 2021, вот такое сотрудничество, не знаю, как его восприняли бразильские фанаты, вот, у нас есть ролик, мы его сейчас глянем, и будем обсуждать, Imperial, eSports, такая организация, вот, она заколабилась с букмекером, и они просто взялись красного цвета, изменили все на зеленый, потому что заколабились с букмекером, вот, так что это вполне себе история до сих пор актуальная, но, опять же, не знаю, как восприняли их, там, болельщики, это, по идее, ну, такая двоякая тема, с одной стороны, действительно, там, а если ты все зависил, там, уже атрибутами, там, своей любимой команды, привет красному цвету, зуббака, она остается зеленой, это вообще противоположный, можно сказать, цвет, с другой стороны, ну, как бы ничего такого, формы меняются, я вот смотрю, вот, Барселона, да, она же не каждый год у них была, вот эта вот вторая гостевая форма, этот, какая-то, такая, лимонного цвета, да, при этом, хотя основные цвета остаются уже много лет, и не меняются, ну, короче говоря, непонятно, я знаю еще одну, на самом деле, историю, которая, как бы, изменила цвет бренда, но даже не изменила хэштег, по которому к этому бренду пишут до сих пор, потому что вот с давних времен, когда ЕГЭ и УДЖИ играли, это была дуэль двух хэштегов в Твиттере, Блитблю и Дримгрин, ну, ЕГЭ типа голубой цвет, там, голубая кровь, а УДЖИ зеленый логотип, и до сих пор хэштег Дримгрин остается живым, несмотря на то, что УДЖИ давно уже синего цвета, из-за того, что у них Рэдбул титульный спонсор, вот такая вот история, мало кто вспомнит, что УДЖИ зеленые были когда-то, но... Я думал, они до сих пор зеленые, я сейчас чувствую, ах так си... А реально синие, а я посмотрел сейчас... Открытие, открытие для Ярика, я думал, они... да, ну ладно, так я... Ну все, нет вопросов у меня никаких. Молодцы. Это тот самый... Самый шаг. Чел, просто пойми, смотри, раньше всякие чуваки, которые что-то орут, кричат, пердят, придумывают какие-то теории про плоскую землю и еще какой-то херней занимаются, они сидели в своей психбольнице и не орали вокруг, а потом их всех в интернет выпустили, ну просто интернет, потому что появился, поэтому ты теперь постоянно слышишь, что кто-то чем-то недоволен, там сменил этот логотип и какие-то два, ну типа реально каких-то поехавших орут, зачем цвет сменил? Да нормальному человеку насрать, у него он должен радоваться, он реальный фанат команды, радоваться, что он же, ну если логика у него есть, он понимает, что все-таки цвет сменился не просто так, это не потому, что вот просто так, это потому что заплатили реально тонну бабла, выгрузили, КамАЗ с баблом засыпал команду. Надо порадоваться, порадоваться. Ну конечно надо порадоваться, теперь команда сможет купить лучших игроков, открыть другие направления, там ну использовать деньги эти, радуйся, какая-то разница, какой там цвет у тебя блин, просто я говорю, сейчас нужно спокойнее к этому относиться, все сумасшедшие в интернете раньше сидели, ты их не слышал, сейчас они все тут, поэтому ты постоянно их слышишь, то оттуда, то отсюда, этому цвет не нравится, тому звук, этот что-то там еще кричит, хер на них. Я теперь вообще после нашего прошлого подкаста я начал читать все вот с осознанием того, что это, ну вот условно, вот мы сегодня будем обсуждать там хейт, там мейнкаста после банов, я так читаю, думаю, да, блин, это же вообще, это пук какой-то вот, это камешек маленький в огромное озеро, какие-то там кружочки побежали, и все, и вот они уже, завтра про них никто и не вспомнит, разве что какие-то мемы появятся, ну ладно, к этому мы сейчас еще придем, обязательно, не хочется залезать вперед, так сказать, дальше, студенческая, ну полуулиточка, студенческая команда по супер смеш бразерс из США осталась без призовых, деньги присвоил колледж, но тут такая история, что колледж, это же улиточка, но не совсем, потому что колледж, типа он оплатил участие, там 1000 баксов участие, и 3000 баксов приз, даже призовой фонд, муниципальный колледж оплатил место для команды, даже назначил тренера, который, по словам Ice on Deck, не помогал в тренировках из-за недостаточно опытного файтинга, только перед полуфиналом игрокам сообщили, что призовые деньги с турнира будут распределены между ними и колледжем в соотношении 70 на 30, администрации полагается около полутора тысяч, а игроки должны распределить между собой оставшиеся деньги, однако после победы команда в шоу Super Smash Bros, призовых они так и не получили, колледж отказался воплачивать деньги студентам, вместо этого игрокам предложили собраться и решить, что они хотят взамен. Части призовых, киберспортивный мерч или тетради. Тетради. Я умираю. Это как в поле чудес, когда ты там типа кабачок вместо бабок выбрал. Студенты собрались с претензией к администрации колледжа 3-го уни, но иного ответа пока не получили. Команда отказалась представлять интерес учебного заведения в следующей серии турниров. Вот такие вот США. Да, свобода. Мемчики. Да, и бразильский комментатор CSGO стал официальным стримером МВА на Твич. В общем, у нас появляются стримеры, вот такие вот стримеры-комментаторы. Я даже вот сегодня эту новость даже не хочется ее читать после того, как я прочитал, что Мэдисону предложили комментировать футбол. Вот это... Евро-евро. И вроде не только он будет комментировать, насколько я понимаю. Это жестко, это жестко. Ну, слушай, больше только Уткин соберет, мне кажется, на своем канале, если заведет его. Ну, наверное. Ну, да. Это... Нет, Твич, он же сказал, что они будут покупать права на трансляции спортивных мероприятий, и они, видишь, как хотят делать, использовать, на самом деле, дешевую рабочую силу, объективно говоря. Потому что для стримера это, мол, честь, им даже ничего не платят. Да и нормальный онлайн, я думаю, даже несмотря на то, что я известный стример, и он просто нефиговал. и тут и рыбку съесть Твич, как бы, может, и еще рыбку съесть. Ну, то есть, как бы, не нужно париться, ты, как бы, купил права, а остальное все отдал, как бы, в комьюнити. И там все рады тоже, потому что, о, прикольно, человек от народа, все дела. И кастер рад, ну, стример, потому что куча онлайна, и все рады, а ты, в итоге, не парился, ни студию никакую дополнительную не делал, никому не платил, ничего, да, ты, вот, типа, очень удобно. Это называется вин-вин ситуация. Знаешь, я как комментатор студии Рухап, каждый раз, когда ты говоришь купил права, мне должно так, типа, какой-то белый шум, и я так должен, типа, что? Какое-то новое словосочетание. Купил права, купил права, купил права, можно купить права, что? Не, не слышал, как говорится. Ладно, с общими новостями мы закончили, и переходим к более таким новостям предметным, по дисциплинам, средний онлайн CSGO в мае сократился почти на 9%. Конечно, все, все люди с головой, и хоть, ну, типа, все уже, они уже в Ларантии, уже никто в Counter-Strike не играет, то есть, средний онлайн в мае сократился на 9%, вот, уже, значит, в июне уже еще 4% потерял на Counter-Strike, и будет терять дальше, конечно, конечно, все эти огромные числа, которые были, это все коронавирус, люди вернулись, конечно, от безысходности просто, потому что Counter-Strike это дешевая игра, вот. Ну, теперь, когда вышел Valorant, все пойдут играть в Valorant, Counter-Strike загнивающая дисциплина, срочно все удаляем Counter-Strike с компьютера, и идем в Valorant, все. Ну, кстати говоря, Counter-Strike, он бесплатный, насколько я помню, был какое-то время, то есть, он был платный, потом бесплатный, вот. Сейчас бесплатный, просто, там какой-то прям аккаунт, или что-то такое надо покупать, чтобы качетеров не было, типа. К следующей новости, это вот как раз к следующей новости, Valve объявили, что теперь Prime аккаунт нельзя получить, его можно только купить, то есть, если вы успели там получить, то у вас все в порядке, короче говоря, можно купить его за 15 долларов, и в теории, то есть, теперь как, раньше читера банят, он просто регает новый ак, и поехал дальше, хотя там нужно наиграть какое-то время, насколько я знаю, на Ranked, но все равно, теперь нужно будет заплатить еще 15 долларов, то есть, как бы, кс бесплатный, но если ты хочешь играть Ranked, то ты платишь 15 долларов, для того, чтобы иметь вот этот вот Prime аккаунт, ну, такая вот условно-бесплатная модель. Ты просто, это, знаешь, в чем мем основной, ну, в чем мемчике? Мем в том, что когда-то он был платным, потом он стал бесплатным, вот, но люди когда-то, ну, много людей купило его все-таки, когда-то, вот, и, а сейчас, как бы, еще раз, его надо купить, получается, что так, ну, потому что, как бы, он еще раз платный стал, потому что нужен Prime аккаунт купить. Опять, типа, платный, ну, когда-то давно купил, ну, Counter-Strike, потом его начали создавать бесплатный, ты такой думаешь, блин, а я покупал, ну, ладно, думаешь, хер на него, ну, ладно, покупал и покупал, забил, в принципе, а сейчас тебе говорят, ну, на самом деле, ты хоть тогда и покупал, вот теперь еще надо купить что-то. Ну, я так понимаю, что у большинства игроков Prime этот есть, он, типа, получен, но, короче говоря, да, если так получилось, что вы сначала покупали, потом какое-то было затишье, и теперь еще раз 15 баксов платить. Ну, типа того, да, худшая игра, все идут в Ларант уже, там, ничего не надо платить, вот она игра будущего. Так, дальше, дальше, ну, я смотрю, у нас тут появились просто новости в этом, в, в Дискорде, обязательно их прочитаю, но поехали пока что дальше, и у нас продолжение обсасывания темы Акумы, такое легкое послесловие, или тяжелое. В общем, что было после нашего прошлого подкаста? Во вторник или в среду, по-моему, вышел подкаст Респаун, где уважаемые каэсеры, Ленин, Петрик и Сеня, позвали к себе двух игроков Акумы, и расспрашивали их на тему, там, тех или иных моментов, ну, реакция была такая, что, помнишь это интервью с, как там, Петровым и Башировым, или как-то так вот, какой-то, которые в Солсбер ездили? По этому поводу мемчики были в интернете. Мемчики по этому поводу, я их увидел только потому, что их лайкнули, Сео и Сео Нави, как всегда, в общем, они там что-то объясняли, ну, и, кстати говоря, почти все вещи, вот если, ну, по-серьезному, если докопаться, то все, в принципе, всем стало понятно, хотя и невнятно, и единственный момент, что вот там, был один момент, что, мол, он сказал, что слышал откуда-то, сказали, что оттуда не слышно, начали тестить, слышно, то есть, в итоге все сошлось, но все равно, скажем так, скорее, вот это комьюнити, которого не существует, ну, я просто, к чему это, я к тому, что я вот зашел, я посмотрел, я начал смотреть твиттер, у меня было полное ощущение, что они наговорили там полные бредятины, я спросил, на что мне почти все написали, что, да нет, там все, типа, нормально, вроде сказали, просто у нас все любят поугарать, ну, и такое ощущение, что это действительно так, после этого даже там начали до симпла докапываться, до каких-то его моментов, и он там разъяснял у себя и на стриме, и просто, что вот... А мне, кстати, вообще не важно, что ты там разъяснял, я считаю, что абсолютно клоуны, абсолютно все, абсолютно все, а я не знаю, кто там, но там они точно были, которые говорили, я просто видел в твиттере, типа, в клатч-моментах, никто не смотрит на радар никогда, типа, никто никогда не смотрит, типа, что тебе хуйня, куда вы смотрите, а потом показывают просто мне, как симпл тоже смотрит на радар, и он там что-то объясняет, а мне-то какая разница будет, да мне насрать, что он там объясняет, и кто что объясняет, если кто-то, есть хоть малейшая причина, то рассмотреть... Если симпл, как говорится, смотрит на радар, то Jim pana смотрит. Свои хамники открываете, если есть хоть вот, ну вот, пример, человек тоже смотрит, и, наверное, на него он один, то есть нахер вы вообще рот открываете, да, он объяснил хорошо, какая разница. Мне дальше не важно, я даже слушать не хочу, кто что объяснил. Просто есть факт, значит, до этого докапываться изначально никакого смысла нет. Мало ли, по какой причине, что он там слышит, с чем сопоставляет, какая... Это вообще поебать. То есть это, в принципе, само по себе, ну, типа, так делается. Я в кейсе не разбираюсь, и я читаю, типа, ну так никто не делает. Я думаю, ну, блин, ну если реально никто не делает, то, ну да, это типа странно. А потом я смотрю, лучший игрок мира на планете Земля тоже смотрит на радар. Ну, значит, делается. Симпл-то, вряд ли читает. Там, более того, он сказал, что даже там специально открыл этот, ну, увеличил радар, потому что там что-то нужно было посмотреть. Ну да, я читал, да. Я нихера не понял, потому что мне, в общем-то, оно не важно. Важно другое. Важно, что, получается, так делается. Ну, то есть, вообще полный абсурд. Ну, это Counter-Strikers, они такие, ребята, у них игра тоже классная. Там вот еще возвращаясь к теме, на секунду вернемся к теме Прайма. В общем, по поводу Прайма это сделано скорее для того, чтобы вот если вас забанили, если вы играете в КС, вас забанили, чтобы заново в матчмейки могли попасть только за 15, вот сообщают, что у кого был куплен, у того Прайм есть, да, и у кого он получен, ну, тот тоже как бы будет все окей. То есть, это скорее сделано для борьбы с читерями, чем просто для высасывания, скажем так, бабла вот такого вот. Ну, во всяком случае, Петрик написал, что, по его мнению, это вот, ну, немножко как бы может снизить читер активность, хотя, конечно, мы понимаем, что вряд ли совсем. Ладно, вернемся к Акуме. Что было сделано? Сначала было написано письмо от организаций, которые подписали организации Na'Vi VP Gambit Spirit, выступили с открытым письмом к Valve по поводу ситуации с Акума и бездарным поведением Epic Лиги участники просто разработчик игры обеспечить соблюдение строгих протоколов на будущих турнирах. Собственно, такое вот было письмо. Пока какая реакция на это письмо было, мы не узнаем. ФКС опубликовали свою позицию, что они, мол, прочитали письмо от команд. Мы прочитали открытое письмо от команд, также большой объем информации размещенной организациями, их игроками и фанатами в социальных сетях за последние несколько дней. Были опубликованы много различных теорий, мы провели собственное расследование этой ситуации, проверили за браузер окружения и могли подтвердить ни одну из теорий. Ой, и тут я вспоминаю сразу мемы с вот этого подкаста Респаун, что там типа как вас проверяли, ну мы говорит, админы просили брать вебку и поводить его перед монитором. Это звучит очень смешно, с другой стороны, а как вообще можно проверить? Я думаю, что никак, ну типа как там а теперь встаньте у стены, раздвиньте ягодицы и вставьте вебку в задницу. Мы должны посмотреть, нет ли у вас там какой-то подсказки. Ну, типа серьезно, что вы хотели. Не будем комментировать решение СНГ-команд опубликовать открытое письмо, направленное в ВАУС, но считаем важным подчеркнуть, что по мере проведения матча Копиклини мы не получили никаких официальных жалоб. И вот здесь вот у меня как бы двоякая ситуация. С одной стороны, сказать, что все довольны были, я не могу, потому что как минимум одна команда была недовольна. С другой стороны, то, что Na'Vi не написали официальную жалобу, я могу допустить, потому что они слишком увлеклись по-моему написанием твиттеров. Твитов различных в твиттере и так далее. Но, как бы такая ситуация, опять же, ну, Na'Vi явно были супер-мега недовольны. И говорить о том, что мы не получали официальных жалоб, и все окей, но это странно. В целом, мы не думаем, что эта ситуация серьезно появляет на СНГ сцену или турниры. Сейчас в регионе есть много отличных команд, ну и это уже бла-бла-бла. Вот такая вот позиция ФКС. Ну, скажем так, ФКС ничего не нашли. Они что не могут сделать? Куча косвенных каких-то непонятных доказательств, по которым ничего нельзя сделать? И, во всяком случае, ФКС не имеет на это право. Кто имеет на это право, это ESIC. И здесь мы идем дальше. И тут у нас просто классика киберспорта, потому что на хате у Вилата появляется сообщение. Судя по всему, в КСе сегодня-завтра 1 июня написано, сегодня-завтра, то есть уже 4 дня как, видимо, вскроется гнойник, который кого-то и за решетку может упрятать. И тут все мы жестко сели на очко. Схема простая до ужаса. Админы турнира или турниров разных от Т3 до Т1 уровней за определенные бабки стримят игровой поток сервера, на котором они находятся как админы на закрытый стрим для одной из команд. Это и в Доте, и в КСе может работать. Мапхак, радар поможет тебе без проблем выиграть, если ты совсем не рукожопый. Профиты с этого понятны. Призовые на турнирах, плюс стабильная денежка составок, так как обычно этими вещами занимаются не фавориты. По сути, это целая ОПГ. Админы, связующие менеджеры, игроки, несуществующие букмекеры и так далее. Доказать что-то действительно сложно, так как нужны или чьи-то признания, или камеры за спинами админов игроков. Даже в TeamSpeak это не спалить никак. Каждый игрок может, просто знает, где соперники, видят это всю игру. Звучит как идеальное преступление, но когда поймают одного, ему пообещают непожизненный бан и наказание без уголовки. Ну, короче говоря, когда поймают одного, он может, типа, сдать остальных, чтобы избежать срок. Блин, прямо я как будто сценарий какого-то фильма читаю, потому что рано или поздно эта схема рухнет. Я очень надеюсь, что дым без огня, это все история. Ну, короче говоря, что я хотел бы сказать по этому поводу. Ноль доказательств, все еще мы видим, и даже здесь написано, что их очень сложно найти. Просто есть... Это как бы замечательно, да, это все. Ну, ничего хорошего, но хотелось бы, чтобы этот гнойник вскрылся. Просто существует какая-то вот такая вот теория, даже не теория, логическое обоснование, почему в мире не может существовать огромной корпорации, контролирующей все, огромного такого зла. Потому что в этой корпорации будет работать так много людей, что так или иначе все будут о ней знать. Она не сможет быть тайной. Вот здесь у меня тоже вопрос. Ну, либо это какая-то вот реально супер, мега, пока что на рандоме живущая схема, и там Волтер Уайт из Брэкинг Бэт просто нервно курит в сторонке, либо это все несколько преувеличено. Да это полнейшая херня, чувак. Вот что я тебе могу сказать. Ну, это полнейшая херня. Ну, типа, это как бы... То есть, нет, части этой истории могут быть правдой. Ну, то есть, например, что какой-то админ конкретно в этот раз, потому что он там чей-то кореш, и через три колена чей-то брат, или типа того, или они там всю жизнь брать у нее, но толком про это никто не понял. Вот он решил там посливать инфу конкретно этим ребятам. И вот он сидит и сливает, а никто этого, ну, типа, не догадался. Такое-то, конечно, может быть. Ну, какое ОПГ, ты что, блядь? Ну, ты что? Что, как? Ну, это реально, это даже не укладывается в голове. Самое главное, чтобы, ну, что-то подобное все-таки заявлять, ну, я считаю, нужно иметь какие-то доказательства, кроме того, что тебе там кто-то сказал что-то... Ну, блядь, потому что бабка у подъезда тоже сказала. Вот еще я имею в виду. Ну, хоть что-то представьте. Ну, что это такое, блядь? Какие ОПГ? Ярик отрицает, значит, он замешан в схеме. Да, конечно, замешан. Там его следующее сообщение, оно более понятно, если что, было про Васю Пет-Бет, там, Вася Бет у него какой-то был. Короче, по поводу тех, кто торгует инфой. На самом деле, эта информация, в принципе, не закрытая. Торгует датой. На самом деле, эта информация, в принципе, не закрытая. Ну, про нее, на самом деле, мало кто знает, что есть компании, которые торгуют датой, да, без дилея поставляют ее, неважно кому, тому, кто захотел купить, скажем так. Например, компания Майнкаст? Нет, не они. Компания Майнкаст не торгует датой. Ну, мне кажется, мне кажется, просто, я не хочу никого ни с чем обвинять, но мне кажется, любая вот студия сейчас, которая там стримит Датан, она, ну, отдает своему, там, может быть, ну, короче, она отдает, или турнирный оператор отдает эту дату букмекерам. Разве это не так? Нет, нет, это делает специальная компания. Как-то, тогда, сорян, я все по-другому немножко понимал. Я просто не знал. Ты зайди там, спроси, у нас в принципе в студию. Может, кто расскажет. Я сам не буду рассказывать особо, потому что, во-первых, я до конца не, сам не разбирался, но я прекрасно, ну, я имею в виду, что вот прям до конца, я не знаю название той компании, которая этим занималась здесь. Я не знаю технически, как они это делают, на самом деле, потому что мне это просто неинтересно. Но я просто знаю, что это есть. Есть компания, которая без дилея дает дату куда-то. Куда? Вопрос второй. И теоретически, да, эта компания, у нее может купить дату даже команду. Ну, типа, это нельзя, естественно. Но можно представить через какие-то подставные. Как вот сам Вилат и представил некий Вася Бет, купил у них дату за 3 рубля и перепродает всем командам. Вот типа того, понял? Это представить можно. Но, опять же, здесь такой нюанс, что эти компании, которые торгуют датой, они тоже дорожат своей репутацией. И это у них серьезный бизнес. И они очень не хотят вляпаться в Вася Бет. Но они, как минимум, купили эту, ну, как бы ее продают за серьезные, скажем так, дивиденды. Да. Не знаю, вот эту выручку 3.2.2 смешную для них. Да, поэтому для них нет никакого профита. Ну, короче, они тоже проверяют, кому они что продают и тоже следят за этим всем. Потому что для них это серьезный бизнес и они не собираются просто обосраться на какой-то херне. Поэтому это тоже, ну, звучит как полное... Ну, короче, это все, то есть, ну, Велат любит так делать, на самом деле. Он взять какую-то инфу, она на половину правдива, на половину нет, как-то смешать, вот так вот все слепить, куда-то в Твиттер закинуть или в Инстаграм и забить, на самом деле. Потому что через неделю все забудут. Он типа похайповал, что-то сам не понял и все. Потому что, я говорю, это части, ну, типа целого. Тут есть некоторое рациональное зерно и что-то из этого может быть правдой, но это не подается вот таким соусом и вот так вот не вываливается, как на мой взгляд. То есть ты должен либо знать все-таки... Соус Голландес. Да, ты должен либо знать, либо иметь какие-то подтверждения, доказательства, либо что. А что это просто, это сотрясание воздуха ни о чем. Просто на самом деле Велат, ну, на него, наверное, косо посмотрели там где-то в его ггбете, собственно, потому что никто особо эту тему старается не поднимать. Про торговлю, да, ты понял, это такие вещи, которые стараются особо не поднимать. Они как бы есть и все. Зачем, чего, куда, но это по-велатовски, он иногда бывает как выдаст что-нибудь, не понятно зачем. Дальше пойдем. Овердрайв, собственно, вот на этой же волне, я так скажу, даже он как бы эту волну и пустил, появляется много веселой информации о тусовке, культ, проект, икс, волтофрак, аккумы, ну, короче, вот несколько тегов, которые я перечислил. Пока инфа собирается, обрабатывается, согласовывается, чтобы вскрылись все интересные моменты, как бы тут мы вскрылись, читаем уже второй раз и понимаем, откуда так ноги растут, в том числе связанные с аккумой на РМР, вы должны понимать, что это не просто какой-то инсайд, это несет за собой серьезные последствия, если какие-то игроки хотят засейвить свои карьеры, то лучше мне записать пока не поздно, я могу сказать, что скоро в Валоранте прибудешь от целых две неплохих команды, и это, кстати говоря, вполне возможно, но не думаю, что это будет одна из этих команд, во всяком случае, ничего пока еще не было. Тут у меня другой вопрос, на самом деле, я с дуру назвал Overdrive уважаемым человеком, забираю свои слова обратно, потому что если я читаю что-то типа, если какие-то игроки хотят засейвить свои карьеры, то лучше мне написать пока не поздно, что это вообще значит? Это что? Это какая-то у него, это у него какой-то ОПГ, который отмывает игроков? Что это? Что это вообще? Это я тебе сейчас скажу, что это. Я тут сижу, и мне в ВКонтакте приходит сообщение, приветствую, мы не знакомы, но у меня имеется в наличии сведения, как можно хорошо срубить бабла. Хочешь подробностей, дай обратную связь, и мы рассмотрим более детально. В случае, если тебя все и так устраивает, то проигнорируй. Я говорю, ну давай. Ну чудесно, тогда отправь сообщение сюда. И я там уже думал, что у Вердраева был ВКонтакте, но нет. Ну просто я вообще не понимаю, то есть это что, я когда читаю, я как будто бы какие-то бандюганов из 90-х реально. Хотите сохранить карьеру, типа пишите. То есть у меня есть доказательства, что все-все типа нарушают, жест вообще, но если вы хотите сохранить карьеру, пишите мне, типа батя отмажет. Напоминает какого-то следователя из такого, ну из какой-то, вот я не побоюсь этого, сериальной ментовки такой вот, из сериала, где он приходит и говорит, ну все, всех твоих, или даже, может быть, скорее, это даже больше на США похоже, вот на какой-то сериал, все, все твои кореша, они сейчас сознаются, последний шанс для тебя. А на самом деле, если ты будешь молчать, то никто там не сознался, никого вообще, возможностей, твоих решений не поймали. Здесь что-то из этой серии. В общем, Овердрайв собрал какие-то доказательства, какие-то доказательства он передал в ЕСИК, а ЕСИК у нас мастера разбираться с чем-то подобным, но давайте вспомним, как ЕСИК банили людей. ЕСИК не пользовались никакими косвенными уликами вообще, зато они банили людей по прямым фактам, даже если у них было алиби. Иными словами, все, кто тогда воспользовался багом так или иначе, то есть даже когда человек, доказано было, что баг произошел у него, тренерский вот тот самый, но он при этом находился в эфире и не мог помогать команде. То есть в эфире, ну, студии МНК, как раз таки, ломоботы касается. И он все равно получил бан. Иными словами, ЕСИК еще не выносила на моей памяти таких вот вердиктов, когда по слухам что-то там кого-то. Только наоборот с железными доказательствами. Как написал сам Овердрайв, железных доказательств тут нет. Тут только косвенные улики. На самом деле, с таким количеством косвенных улик достаточно одного, но его нет. Да, Ерслав. Ну, ты короче, я типа, забанят их или нет, это как бы, ну, вопрос там десятый, то есть кто-то там разберется. Ну, там, судя по всему, никто уже не может разобраться, кроме ЕСИК. Но я искренне хотел бы, чтобы в итоге нет, чтобы я на каждого потом пальцем тыкал. Говорил, ага. Да, а потому что, если вдруг их забанят, на меня нельзя тыкнуть, потому что я-то очень изначально сказал, ну, может, и читеры. Типа, я-то откуда знаю. Я-то если финишать. Мне, на самом деле, из всего этого, вот помимо подкаста Респаун, где ребята, на самом деле, молодцы, Ленин и Петрик, да и Есеня, в принципе, тоже, несмотря на то, что он душил, они как бы все высказывали одну и ту же позицию, что мы как бы, ну, ребят, вас в ничем не обвиняем, и даже более того, все потом написали, что, ну, прямых доказательств не было обнаружено, и все объяснения, типа, укладываются. То есть, они транслировали такую мысль. Еще был стрим Старикса и Хуча, которые, вот это, мне понравилось больше, потому что здесь, хотя бы, ребята сели и реально проанализировали моменты, там с юморком, конечно, и, говоря свое оценочное осуждение, что так кто-то делает, так никто не делает, и там действительно нашлось несколько моментов, но вот давайте один, один из самых явных, наверное, моментов посмотрим со стрима Старикс. Он садится, ему надо кинуть смог, да, ну, типа, по раунду ему надо кинуть смог какой-то на А, чтобы сделать какой-то фейк, да? Да, Астрали смог. Он кидает? Угу. Ну, как? И тут, готовы? Готовы? Не, нихуя, у меня спужит длину, вон он. Ну, ну, как это объяснить? Очень просто. Game set. Ну, то есть, это один из таких самых жестких моментов, их реально было несколько, и они действительно, вот даже для меня выглядят подозрительно, то есть, человеку нужно там кинуть смог, а он резко меняет на винтовку, стреляет, но опять же, разве это доказывает напрямую что-то? Да, блин, даже вот, я не знаю, я вот не шарю в кейсу, кто ведь, ему же могут дать инфу тиммейт из разряда, типа, там, ну, что, он говорит, что, кидаем? Говорят, не-не-не, три секунды было. Мы это из разряда чувак у тебя там на соседнем мониторе уже вся подшимая. Не, но я имею в виду, ты же без прослушки тем спик, ты не можешь сделать таких выводов, это супер тупо, я имею в виду, те же могут сказать, ну, типа, ты говоришь, что, кидаю? Типа, go, типа, тебе говорят, не-не, типа, стой-стой, подожди, да, кто-то что-то чекает еще, предположим. Он такой, окей, ну, включил самоветовку, чек тут сам. Что там, а я не пушил этот момент? Там, Ярик, там в контексте было так, что как раз вот что-то, ну, там очень невнятные были объяснения, но опять же, то, что человек невнятно доказывает свою невиновность, которую он не обязан доказывать, это такое себе, что там была инфа, что, да, типа, мы выходим, и там даже вот старик сгирил, что, типа, короче говоря, моментов много, таких странных, но честно сказать, вот если долго смотреть в потолок и пытаться разглядеть слона на белом потолке, можно увидеть слона в какой-то момент, в кейсе слона увидеть гораздо проще. Да нет, я у себя тоже по этому поводу писал, но я просто человек, вот, который неоднократно искал и смотрит читеров в доте, в доте я разбираюсь прекрасно, и мне реально, ну тоже, я вот смотрю на момент, но я говорю, ну это скорее всего читер, но я нигде не буду орать об этом, потому что у меня нет доказательств, ну вот как скорее всего, а это вообще не доказательство, это слона я увидел на потолке. Да, вот один из таких косвенных фактов, который стал, ну он уже стал слишком, что называется, жестким, что действительно все поверили, и уже можно было говорить об этом во всеуслышании, это помнишь, когда, ну знаменитый читер, которого никто не помнит, не помнит, когда у него иллюзия, ну это супер тупизм от читера вот был, когда иллюзия поднималась в воздух, и было непонятно, ну то есть вообще было не объяснить, почему он туда кликает, здесь как бы, с одной стороны, почему он кликает над героем, с другой стороны, объясняется, что там чит, и самое главное, почему когда он кликает над героем, его герой атакует персонажа нужного, вот, вот это уже как бы три вопроса, из которых никак, вот не выбраться, все, и собственно после этого оправдания никаких-то и не было, ну ладно, вот такая вот история, она ничем не закончена, мы с Ярославом никого, конечно, не оправдываем и не обвиняем, но оправдывать нам некого, потому что никто и пока еще не виновен, и я даже рад, что мне не нужно в этом разбираться, потому что это реально сложно, но я так скажу, что если вот то, что мы сегодня прочитали и сказали, над чем посмеялись, правда, то я уверен, что это выплывет наружу, потому что невозможно такое скрывать, ну шило в мешке не утаишь, кто-то на глупости горит, кто-то решит кого-то сдать, ну вот что-то такое произойдет, если это реальное ОПГ, даже если она там из трех человек, где-то они да накосячат, в конце концов, берешь и засылаешь агента и покупаешь у них эту инфу, и все, и все становится, ну типа правдой, в конце концов, есть такая схема есть, да, что мешает, какой, если прийти к какой-то команде и сказать, так, ребята, мы заключаем с вами сотрудничество, вы, сейчас вот мы дадим им контакт, вот мы его там пробили, вы у них сейчас купите инфу и будете играть, типа, а-ля с читом, все, вот, вот, вот хотя бы один из примеров, ну ладно, что у нас еще произошло в КС, в КС у нас еще ОУДЖИ выиграли первый турнир в КС ГО, заработали 40 тысяч, мы их поздравляем, в финале Спринг, Свет Спринг номер 2 обыграли команду БИГ, не самый крутой турнир, но для ОУДЖИ это вот, ну, как бы шажок вперед, КС состав их развивается, ДОТА состав их находится в своем привычном состоянии, но об этом попозже, об этом сегодня, точнее, даже не будем, на самом деле, 17-летний игрок ОУДЖИ завершил матч против ЕГЭ с рейтингом 1.53, ну, это типа круто, это вот Флэйм Зи, короче говоря, ОУДЖИ могут в ближайшее время, мне в них есть вера, на самом деле, потому что там нет суперзвезд, каких-то вот прям таких вот а-ля Девайс, да, но как раз таки в составах, которых нет суперзвезд, есть вариант появления суперзвезды, а в которых есть суперзвезды, есть вариант, что лучше они уже не сыграют. Да, есть вариант затухания, да, так и есть, ну, типа, потому что постоянно же, ну, звезды, они откуда-то же появляются, они же не изначально родились, появляются откуда-то, отсюда может вырастет кто. Да, Valve начали борьбу с бустерами, было забанено кучу бустерских, бустерных аккаунтов в КСе, ну, по слухам, и также разработчик на Reddit, ну, как обычно, разработчик CSGO на Reddit и попросил бороться пользователей с бустерами, типа, отправлять на них кляузы, стукачить, и, ну, в общем, война бустером в КСе объявлена, хотя мне кажется, в КСе бустеры, это не наименьшее зло, в отличие от читеров, ну, да ладно. Ну и, наконец, EEM, EEM сейчас идет, в EEM у нас стадия плей-офф, скоро начнется, а начнется она конкретно через 4 дня, сегодня закончились, или вчера закончились группы, кто вышел? Evil Genius'а с Gambit сыграют в четвертьфинале, Vitality'e с Virtus.pro, G2 и OG в полуфинале, ждут победителя этих пар соответственно, так что вот они, пожалуйста, G, вчера НИПы проиграли Virtus.pro, и с этим было связано, ну, такое небольшое бурление, потому что в НИПах девайс, и как бы НИПы не достигают пока того результата, то есть это даже не топ-1, это даже не топ-2, они даже в плей-офф не вышли, в топ-6 не попали, поэтому, ну, я как бы и не ожидал, что прям вот настолько жестко у них сразу запрет, во всяком случае, девайс как раз таки является той самой суперзвездой, от которых, возможно, уже и не стоит ждать. Это был КС, переходим к Доте, в Доте у нас были объявлены даты отборочных The International, СНГ, Южная Америка 23 и 26 июня, Северная Америка и Восточная Азия 30 и 3 июля, Китай, Европа 7 и 10 июля, объявлены они, конечно, довольно поздно были, только вот 2 июля появилась инфа, иными словами, как что-то распланировать и так далее. Я, честно говоря, даже вот не знаю, помнишь, как раньше, ну, расскажу зрителям, и Ярослав вспомнит, была такая вещь, как комьюнити каст. Это когда Valve объявляли, что вот для нас комментируют вот такие вот матчи, ты даже на самом деле мог не стримить эти матчи, тебе главное в Доте ТВ было их комментировать, будут комментировать следующие люди, следующие матчи, это все, типа, отдельно, вот это мы все отдельно платим талантам, потому что это все, как бы, комьюнити каст, студии как-то между собой, там все это делили, но что я хочу сказать, вот остается совсем немного времени до Qual, и, наверное, я мог бы узнать информацию более детально, потому что она уже есть в Ruhab, и Ruhab уже там что-то планирует, насколько я знаю, уже что-то где-то продает, но, например, у меня есть информация, что мы будем комментировать СНГ-квал, да, а, соответственно, СНГ-квал, значит, будут комментировать все, ну, то есть не будет такой ситуации, я изначально думал, что будет как, СНГ проводят ESL, не, 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 что проводят PGL? Ага, все проводят, вот Ярослав даже знает больше, и все можно стримить, типа, кому угодно, получается, ну, то есть, возвращение... Я уточнял уже правила там, нет, там все равно дилей, типа, и так далее. Ну, я, короче говоря, не знаю тогда, по каким... Это... Ярик начинал для комьюнити кастеров, опять же. Я прав? Слушай, это мне просто... Это мне просто случайно сказали, я ничего не уточнял, потому что мне наслаждать, но я обязательно уточню еще к следующей неделе. Для комьюнити кастеров-то они будут, скорее всего, выдвинуты, ну, то есть, как бы, по понятным причинам все будет обнародовано, чтобы меньше было банов, чтобы были более понятные правила. С точки зрения студии, я пока не понимаю, не знаю, как. Вот у меня есть информация, что мы будем комьюнити кастеров-то с СНГ. Я сомневаюсь, что Майнкаст не будет комьюнити кастеров-то с СНГ, то есть, скорее всего, тоже это будет. Но информация еще такая сумбурная для меня, потому что мне казалось, что это все будет проведено как бы... Во-первых, никакой инфы по комьюнити касту нет. Во-вторых, я думал, что каждый регион проводится, каждый студии, как вот... Ну, это было бы логично. Да, я тоже так думал. Согласен, это звучит логично, потому что, ну, как бы, получается уже весь сезон эти операторы на связи с командами, там, админа связи с командами, все-все как бы в курсе. Команды знают, с кем общаться, и в случае чего, и так далее, и так далее. Все понятно вроде. Уже созданы какие-то дискорды, там, телеграм-каналы, что угодно для общения. Все вроде как-то в курсе. И тут вообще другие организаторы, получается, проводят. Это несколько, реально несколько нелогично. Ну, видимо, считается, что эти квалы, это уже как бы прям часть Инта. Ну, а Инт будет PGL проводить, как и всегда. Ну, это тоже как бы более логично получается. Ну, скажем, что он вписывается в определенную логику. Ну, ладно, это, в принципе, про даты отборов. Немножко проговорим про мейджор, наверное. В данный момент... Не будем, как всегда, много говорить о результатах, потому что, во-первых, их нет еще. Озвучим, что Вичи Гейминг, Нигма прошли групповую Wild Card. Гамбиты, естественно, заняли последнее место. Ну, они как бы показали неплохую игру для того состава, который привезли. Но, тем не менее. В данный момент, вот у нас, как бы, понедельник, 7 число, 19.47, и LGD с Нигмы уже в верхней сетке. Вичи Гейминг, ТНС, ЕГЭ уже в нижней. А Liquid или Spirit мы узнаем совсем скоро, вот после матча Нигмы и Бескост, которые уже ничего не решают, Бескост покидают турнир. И, то есть, они-то будут в Южной Америке как раз бороться за слот на Инд в квалах. Возможно, не только они, потому что еще есть замечательная команда NoPink, которая будет начинать с плей-оффа, и посмотрим, что она покажет. Может быть, у них результаты будут получше. Слушай, на самом деле, Бескост, это вообще несколько удивительные для меня результаты группы с той точки зрения, что Liquid и Бескост, точнее, ну, еще до конца непонятно, Бескост уже точно не выходит. Честно сказать, я верил, что выйдут, зацепятся. Ну, потому что в прошлый раз Thunder Predator, которые сейчас даже сегодня не приехали, приехали и показывали очень бодрую игру. Я напомню, Virtus.pro, наша лучшая команда, от них отлетела вообще как фанерен Парижем. Ну и, короче, хорошо играли. Бескост вообще, конечно, не выдали перформансы. Ну и то, что с Team Liquid произошло, по ходу турнира, тоже вызывает вопросы. Но правда, вот мы сейчас сидим с тобой, да, а я могу запредиктить, что у меня есть ощущение какое-то плотное, что Liquid либо 1-1, либо 2-0 сыграют против EG. В итоге они либо выйдут, либо со Spirit будут играть переигровку, где тоже могут выиграть, просто элементарно. И по итогу Spirit могут никуда и не попасть все еще. Ну вот прям на данную секунду как бы, типа, Spirit выходит, а Liquid нет. Ну, Liquid матч в запасе, и там Spirit под угрозой. А все почему? Потому что сами Spirit вчера не смогли выиграть у Liquid ни одной карты. Да, там была вот эта вот с брудой, да и вообще не отдавали они нормально так игр. Они именно забирали нормально, из-за этого они как раз-таки еще борются, потому что они забрали у Vichy, у LGD, и у кого там, али у них нет, ну там, с EG1-1 сыграли. Ну, короче, они реально неплохо поборолись, но в итоге вот с Liquid'ами этот матч их очень сильно подкосил, очень сильно. Если бы они взяли одну карту Liquid, почти наверняка бы уже выходили. Почти бы наверняка. А, даже не почти наверняка, наверняка бы выходили, да. Но они не смогли. Не смогли. Будем. Так, по поводу, попросили как раз побольше результата осветить, ну, мы, в общем-то, и осветили результаты, что тут сказать, больше пока сказать нечего. Наверное, результаты, это всегда немножко не про наш подкаст, все-таки, ну, как бы, я считаю, что вот как вы про студию аналитики с Dread'ом говорили, что игра, ну, можно какие-то вещи обсудить, констатировать, но по большому счету для тех, кто смотр, для тех, кто хочет разобраться, им какие-то обзоры, лучше посмотреть, или они следят за турнирами, а мы все-таки передвигаемся в тему более интересную для нас, и это, конечно же, Майнкаст и их замечательное банное шоу, которое они устроили. Итак, с чего же все... Банное шоу, я только сейчас понял, почему ты про веник говорил-то, типа, в бане, ёлку. Черт, да. Ну, поехали. Короче говоря, все началось с того, что начали все стримить, короче, комьюнити кастер и мажор, Dread, NS, Shadow VEH, NYX, вот основные стримы, которые я видел, может быть, кто-то еще был. Вот, и у NYX в какой-то момент там было, я вот видел 12, а потом оказалось, что у него чуть ли не 17 тысяч человек, вот, и тут ему прилетает бан, и начинается срач, мол, ла-ла-ла-ла, за что ему бан, а оказывается потом, что, ну, студия ManCast ответила ему в следующем, она ответила двумя постами, в которых, честно говоря, один был явно лишний, это первое, что, второе, ладно так, что мы забанили за то, что еще баннер рекламный был под стримом, если что, это, ну, это просто вот, понятно, что так это не работает, но тем не менее, Parimatch являются официальным партнером трансляции, и, как бы, за этот баннер, грубо говоря, мы в том числе и выдали бан, понятно, что даже если так, все равно ты не имеешь права монетизировать свою трансляцию таким образом, но, это вторая причина, она такая, скорее, более рофильная, а первая причина, она, ну, действительно, тут как бы ничего не сказать, он взял и посмотрел на своем Twitch-канале ролик с YouTube Майнкаста, что является, ну, ну, посмотрел и посмотрел, что бухтеть тогда, не, я так скажу, что в принципе, да, что бухтеть, можно было и простить, но, опять же, вот я, студия, я купила права за много денег, и тут появляется стример, который откусывает огромный кусок, вопрос, сколько он откусывает, это, конечно, риторический вопрос, но его, тем не менее, смотрят 17 тысяч человек, есть еще и другие, но это самый такой, у него, больше, чем у всех остальных вместе взятых, наверное, и я такой сижу и думаю, ну ладно, он все не нарушает, но сам при этом, понимаю, что, блин, мне бы не хотелось, наверное, чтобы это происходило, и тут он наберет и включает, то, за что можно его сразу уничтожить, просто, стереть поросли, короче, что именно тут ты хочешь, чтобы я тебе сказал, по этому поводу, да я бы, я бы продолжил, а потом, давай, просто, потом, как бы, защитники Никса написали, что Шадоу Веха тоже смотрел контент, правда, с самим собой, насколько я помню, но все равно, там, какой-то контент с Ютуба и Майнкаста, а его не банят, и вот, мол, Никса забанили, понятно, ну понятно, что Никс был более интересен, как фигура для бана, но самое забавное случилось потом, когда и Шадоу Веха забанили, и тут же разбанили, потому что он на следующий день должен был идти в студию Майнкаста, и если бы его забанили, он бы не смог прийти, у меня просто сложилось ощущение, что человек, которого посадили за кнопку бан, он либо крепко дернул, либо это какой-то новый парень, который вообще не понимает, что происходит, и что-то накидал каких-то банов, не разобравшись. Ну, либо это экстримчик, просто, который все время на очке по любому поводу, типа, а, у нас воруют, все, спонсор откажется, сейчас, закрываем студию, надо банить срочно, то есть одно из трех, вот ты сказал два, я три, ну, как бы, я что могу сказать, у меня нет вопросов там к бану, бан и бан, то есть он реально, это же не бан с ничего, нашли причину забанили, кто говорит, типа, что это, нелегитимно, да это какой, в смысле, если бы нелегитимно было бы, его бы не забанили, или разбанили бы через 30 минут, а так, разбанили его только что, ну, на двое суток, 48 часов его забанили, то есть этот бан, ну, как бы, DMCA, так сказать, они, как правило, не супердолгие, это сутки, двое там, иногда бывает побольше, но это, скажем так, они накапливаются, настакиваются, на тебя как дебаф, если сейчас вот еще раз, например, нарушить, то уже забанили, скорее всего, на дольше, и так, ну, рано или поздно, прям о чем забанили, как к визе, если я слышал, если не обжаловать, ну, как бы, если это страйк остается, то три, ну, как бы, как на ютубе, на ютубе три бан навсегда, но, страйк висит два месяца, по-моему, или три месяца, ну, короче, а здесь, страйки вечные, три страйка бан навсегда, ну, это, на самом деле, не так работает, ну, прям, он к визе раз в десять баня. Он снимал, он снимал, потому что, он тебя обжалывает. Ну, короче, я тебе так скажу, там, скажем так, вот, знаю, что тебе может прийти письмо о том, что мы баним вас, как бы, навсегда, ну, как бы, на неограниченный срок, и ты, в принципе, потом могут разбаниться, типа, через какое-то время все-таки, но, как это работает, то есть, твичу, ну, собственно, по тому, там, на ютубе, или, ну, короче, если тебе постоянно какие-то страйки приходят, им просто проще тебя забанить, потому что ты, что-то, что-то с тобой не так, ты что-то все нарушаешь, типа, только бесишь всех, нахер тебя, короче говоря, ну, просто успокойся. Если ты чуть-чуть нарушаешь, ну, тут что-то через полгода еще что-то там приехало, по-моему, это дело, что, в общем-то, всем пофиг, ну, бывает, типа, сложно тут в медиапространстве ничего не нарушить, на самом деле, все что-то нарушают. Короче, нет вопросов у меня по бану вообще никакого, ну, да, вопрос у меня, ну, по другому поводу, типа, какой-то такой недальновидный чел это делает, кто принимает решения, ну, я тебе так скажу, все-таки это, ну, все-таки принимаются такие решения, ну, где-то на самом верху, потому что нужно, очевидно, нужно спросить у начальников, скажем, у руководства, а что делать, собственно говоря, вот, ну, и почему в итоге руководство, в лице там Вилата, или Экстримчик, или кто там еще у них, сейчас за это отвечает, принимает решение вот в такой ситуации бани, для меня это абсолютно непонятно. В ПЭТа дело, что, первое, репутационный удар очень сильный, потому что ясно всем дело, что это действительно найти причину, то есть, да, окей, типа, мол, бан, ну, как бы причина была найдена, и бан вопросов не вызывает, но всем-то понятно, что это такая, как бы вот, ну, ты воруешь у нас кучу аудитории, мы как бы хотим тебя забанить, вот, такое наказание такое, то есть, какой смысл в этом, ведь когда его разбанят, а вот, например, сейчас разбанили, ну, придет еще больше людей, потому что это как реклама, как бы, Вилат уже один раз распиарил, разрекламировал Shadow Vecho так, что просто жесть какая-то. Пришлось на работу взять. Да, да, пришлось взять на работу, это реально так, то есть, вот настолько не учат нищему, подожди, от комьюнити, которого не существует, я слышал другую версию, я слышал, что это не Вилат взял на работу Shadow Vecho, а это Shadow Vecho приполз на коленях, потому что, типа, короче, как это работает, как это работало, ну, я точно, конечно, цифры не скажу, и сейчас кто-нибудь скажет, да, все не так, там было в три раза больше, но на самом деле, я конкретно смотрел, потому что Shadow Vecho был, откуда я узнал, что он вообще существует, вот, ну, с ProDota, что-то там читала, там, что-то Shadow Vecho, я думаю, что за Shadow Vecho вообще, захожу, а, типа, ну, смотрю, там, 2000 человек смотрят, думаю, ну, что-то послушал, ну, честно сказать, не особо понравилось, там, типа, поделаю, за 30 минут посмотрел, поделал, просто ничего вообще не услышал, думаю, ну, ладно, какой-то контент на любителя, типа, мне пофиг, в принципе, что это, меня не трогает, и все, а потом, вилат один что-то пост, второй пост, третий твит, что-то еще, какие-то баны, какие-то претензии, непонятно почему, и уже смотришь, 2000 превратились в 5, 5 в 7, там уже 10 тысяч, вот, ну, то есть, как бы, вилат создал Shadow Vecho, как такого именно очень популярного пирата, вот, а теперь, ну, второго решил, ну, нет, Никс уже, конечно, да, и без вилата, но, ну, как бы, свое собрал аудиторию, огромную, но ведь, сейчас еще больше будет, еще больше будет, ну, потому что, как это выглядит, это баят человека, про это начинают писать, на форумах, на сайтах, в этом, в чате твича, того же Майнкаста, и люди, которые даже не в курсе, вообще, были, что, что, кто это, да, да, что, был какой-то Никс, что, Никс, кто, что, кто, о чем вообще говорят, люди идут гуглить, люди понимают, что вот есть какой-то стрим, кто-то зайдет просто поинтересоваться, кому-то понравится, кто-то зайдет из вредности, ну, из разряда, какого хера его банят, лучше его посмотрю, ну, это, то есть, ты просто создаешь дичайший пиар, таким баном, а что ты выиграл, ну, типа, два дня он не постримил, ну, я не уверен, что эти два дня, что он не постримил, ты так уж там отработал, ну, как бы, по зрителям, или почему, потому что, на самом деле, люди, опять же, из вредности уходили на английскую трансляцию, скорее, уходили к другим пиратам, то есть, типа, там, ко мне, например, к дреду, к тому же шаду веху, вот, поэтому, в чем здесь логика этого бана, вот именно логика, кроме как, знаешь, какой-то вот, ну, такой импульсивный, похоже на импульсивный поступок, типа, давай забаним, типа, урода, нашлась причина, а если подумать, то в этом же нет смысла никакого, разве нет? Да, да, в этом, ну, честно сказать, не видно, скажем так, это создавание бурления какого-то, которое при этом не очень круто пиарит тебя, и, скорее, негативное, как раз, какое-то несет, при этом еще и пиарит вот этого стримера, ну, посмотрим, вот я смотрю, у него онлайн-то сейчас растет, да, вот было 6, сейчас 8, посмотрим, до чего дойдет, у меня нет сомнений, что официальные трансляции все равно будут гораздо больше, как и обычно, как бы все ни писали, что, все мы уходим, никто никуда не... Все мы уходим, не, ну, вообще, на самом деле, надо отметить, что, действительно, на моей памяти это впервые, ну, может быть, потому что все больше и больше людей этим занимаются, ну, я имею в виду комьюнити кастом, так сказать, или пиратским, но на моей памяти, по-моему, впервые в один из дней, реально, если было сложить, вот там, одновременно стримил Диа, там, Дредд, Никс, там, что-то вех, или еще по мелочи, там, ну, те, кто по-скромнее, ну, если реально всех было сложить, а уже там было примерно, как на, ну, на авто-трансляции. Ну, со времен, со времен Папича, со времен Папича, да, я думаю, что Папич в свое время там один, делал огромный онлайн. Ну, огромный, но это все равно, у людей, люди иногда заходят, говорят, типа, ну, Папича смотрела 100 тысяч, ну, никогда Папича не смотрела 100 тысяч, и когда там смотрела официальную трансляцию 100 тысяч, Папича было там 15, это дохера. Мне кажется, было что-то из серии 150 на 50, вот, мне кажется, какая-то такая была ситуация когда-то. вот тоже не было. Но это я уже могу действительно ошибаться. Это ты уже заслушаешь людей, у которых уже по 100 тысяч, Папич, понимаете, или по 200 тысяч. Наверное, наверное. Вот, а тут... Было, наверное, когда, вот, типа, там, в трансляции какие-то супер-хайповые матчи, там, 200 тысяч, 300, и вот тогда у Папича 50, но это да, но это, опять же, это, там, ну, 15 процентов, 20 процентов, да, но не так, что всех в пиратов сложить, они уже обгоняют его в трансляцию, так-то порой бывает, ну, или очень близко к тому. Это довольно жестко. И еще вот Инканис, комментатор виплей по Counter-Strike, написал опять про банный комьюнити кастер из Доты, что за что улетел Никс, я не знаю, по этой теме хочу поднять документ, в правилах каста есть пункция в своем стиле, без агрессии к игрокам, думаю, если бы его соблюдение было под строгим контролем, то улета был, то улетела бы очередь из джентльменов. Ну, да, то есть вот, если перефразировать то, о чем говорит Инканис, как бы, как бы я сказал, что если докапываться, то вот по этому пункту можно реально докопаться, мне кажется, до любого. Вот даже я бы так сказал, что в теории, вот сказал Ярослав НС Кузнецов, что Койкова, сейчас как, under the beer? Не, погоди, там есть более крутая паста у меня на канале, она звучит прямо следующим образом, веплей двоеточие, комментирую в своем стиле, но не оскорбляй игроков, а НС двоеточие, отсосайся. Вот, да, я знаешь, я бы с удовольствием написал тебе что-нибудь тоже в чате интересное, но у меня нет в последнее время такой возможности, я только захожу и ставлю смайлик привет, и улетаю в бан, когда-нибудь очки кончатся у твоих зрителей. Вот очередь из джентльменов, бучка батер, пейджер, пиджак. Да, да, вот это мне тоже нравится. Да, паста, огонь. Ну, и последняя новость по доте, мы уходим от этого скандала к скандалу другому, к скандалу, который как-то вот так вот прошел, и снова его нет. Между Сикрет и Нигма состоялся в Wild Card матч, сервер крашнулся, и вынуждены были переигрывать. Сейвов нет, ситуация беспрецедентная, мы знаем, что в Лиге Легенд недавно такое было, но там типа сейв залагал, потому что был какой-то супер баг, который вроде как пофиксили. У нас в принципе нет сейвов, меня удивило решение, которое, как сказали Сикрет, сами Valve, ну, типа настояли на этом, что переигровка будет с теми же драфтами, что странно, с теми же линиями и даже с теми же предметами. И матч, естественно, прошел по другому сценарию, потому что всегда, когда такая ситуация есть, команда, которая вот начала, не очень где-то загуляла, она моментально делает выводы, что ага, вот тут, вот тут, вот тут, мы вот сыграем по-другому и все. И сколько я таких матчей не вспомню, Empire против Na'Vi тогда, да, играли, вот этот вот памятный матч, где выигрывали, по-моему, Na'Vi, Rehost и выиграли Empire. Или наоборот, но суть в том, что одно и то же, казалось бы, там что-то вы сохраняете, но я читал, что Matumba изменил скиллбилд, айтемы немножко другие собрали в лейтгейме и все, и игра по-другому сценарию пошла, потому что сделаны были выводы. Так, конечно, нельзя. Если переигровка, то переигровка полная. Это тоже, конечно, бардак, но более правильный. Правильный, более правильный бардак. Не, я согласен, я тоже вот по этому поводу рассуждал, что, ну, как бы, вообще никакого нет резона играть с теми же закупами и так далее. Кто-то скажет, ну, типа, мол, по чесноку, но нет, ну, понятно, просто такого не должно происходить, не должно быть никакого дропа сервера. Это, как бы, сам по себе бред. Но если уж, как бы, случилось, надо просто переигрывать полностью матч. То есть, новые пики, абсолютно все новое, чтобы начать с чистого листа. Потому что, в остальном, ты уже правильно сказал, что команда, которая проигрывала, команда, которая выигрывала, как бы, она не сможет ничего придумать, она выигрывала у нее. Какой-то план есть, она так играет. Команда, которая проигрывала, просто видит, что делал оппонент, смотрит, где они накосячили, это исправляют, и находится пипец в выигрышном положении. Потому что, у них есть конкретный план, как бы, заранее, они знают уже все, что надо сделать, чтобы стало лучше. А противнику нужно адаптироваться, типа, к тому, чего они не знают. Потому что, они не знают, что там придумала команда оппонента, чтобы сыграть так, чтобы было лучше. Да? Ну и как тут, как это вообще-то, ну типа, как, в каком мире это нормально, мне считается. Не очень понятно. Ну, я просто надеюсь, что сервера не будут крашиться, вот это вот, не будет этого происходить. Но на будущее, конечно, стоит всегда играть полную перегровку с пиками с нуля. Иначе, неинтересно. С другой стороны, это, кстати говоря, показательно прикольно, вот как и тот матч, который ты вспомнил. Я тоже, я понял, что за матч, я не помню просто, где он игрался. Там крашнулась из ульташа Дудемна в Иллюзию Лансера. Да, 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 точно. Вот и тот матч в итоге пошел по другому сценарию. И этот, и победитель, и там, и там, типа другой. Это, ну как бы, понятно, что так не должно быть, но это просто прикольно лично для меня, как для человека, который интересуется тонкостью Доты порой, и тонкостью, почему кто-то проиграл или победил, конечно, вот интересен сам факт того, что насколько одним и тем же пиком, казалось бы, вот говорят, ну этот пик проигран, вот они и проиграли. А вот тебе на самом деле живые примеры, как одним и тем же пиком можно немного переиграть, немного, притом реально немного, да, там чуть-чуть другой скил взять, буквально другую шмоточку купить, там, не знаю, бросирочек какой-то лишний на саппорта, например, закупить, или еще что-то взять, варди какой-то поставить, и абсолютно игра идет по другому сценарию, и уже те, кто проигрывали, тем же самым пиком, да, они выигрывают, притом в миссис, ну как бы легко. Это очень интересно, Дота в этом плане филоскопы, на самом деле, я пока не смог найти, кстати говоря, этот реплей битый, возможно, его и не найти, но я на самом деле не так много искал, но ты можешь воспользоваться не реплеем, а взять чей-то фит, уточнить, можно ли использовать его в видео, ну да, ну там просто далеко не так удобно, но вообще, да, занятная тема, действительно, для обсуждения, но пока что вот так и имеем, ждем в финале инта, крашивать на пятой карте, и судьбоносного решения о сейвах, которые будут нормально работать, дальше осталось у нас еще пара дисциплин, вот буквально, нет, тройка дисциплин, в Fortnite добавили, начали добавить, добавили рандомный телепорт, случайные места карты, без понятия, зачем я это добавил сюда, к киберспорту это не имеет никакого отношения, видимо, я думал, что будет мало новостей, я просто думал, знаешь, что-то бывает новостей, не очень много, думаешь, что судьбы испартили что-нибудь, вот Fortnite, телепорты, ну или может в этот момент у тебя появилась какая-то мысль, который ты хотел связать с другой какой-то новостью, но забыл. Ну не-не-не, я точно помню, что я так и подумал, нафиг я это добавляю, но не вычеркнул. Force, сняли фильм про Valorant, и у Valorant вышла мобильная версия, вот это, кстати, про мобильную версию довольно интересно, от геймса была работа над мобильной версией, точнее, не вышла, анонсирована, не вышла еще, она только будет, слышал, что вот, например, на свитче вышел Apex, и играть в него довольно-таки сложно, но, тем не менее, все мы понимаем, что мобильная, ну, свитч это больше консоль, что мобильный гейминг, он как бы поджимает, мы не будем, наверное, смотреть фильм о Force тоже, потому что, честно говоря, ну, там надо либо целиком смотреть, просто хотелось бы сказать, что в СНГ тоже стараются развивать Valorant, и пока так себе успехи у Valorant в СНГ, а вот у кого успехи хорошие, так это у Apex Legends, потому что, студия Майнкас, кстати говоря, освещает чемпионат вот этот, от GSL, я знаю, ILGS, извините, и я знаю об этом во многом благодаря тому, что подписан на Alseora, который ворвался туда активно и комментит, и действительно, ну, уже давно пришло понимание того, что Apex, они вот с Call of Duty Warzone как-то поделили сейчас каждый свой ниж, то есть есть вот папк, мертвый, но такой вот батя вот этих батл-роялей, есть Fortnite, но, мне кажется, держатели трендов современных это все-таки Apex и Warzone, которые немножко поделили между собой, а Warzone более такой какой-то, ну, не то чтобы реализм, но такой все-таки без каких-то либо виртуальных, ну, крутых каких-то, как сказать, кибернетических там штук, да, насколько я понимаю, персонажи там тоже все одинаковые, то есть ты просто чел, на который бегает, собирает шмотки, а в Apex... Там оружие, оружие, то есть... Да, оружие разное, а в Apex именно у тебя еще разные персонажи, и Apex занял свою нишу, и в частности, пять команд будут играть в финале, вот предстоящего турнира, финальная стадия предстоящего турнира в нашем ЕМЕО вот этом регионе, что достаточно много, то есть там команд реально, я посмотрел на список, не все вошли, но там могли чуть ли не восемь команд войти в двадцатку, это прилично. Ну, да, интересно, такое, как бы, вторым темпом, Apex вторым темпом заходит, на самом деле, сейчас как-то вот в тренды, потому что в момент, когда Apex вышел, на волне хайпа по Fortnite, Apex показался многим очень интересной игрой, я напомню, Virtus.pro по Dota вместо Dota, в Apex играли, там, в турнире, и все играли, Apex классная была тема, но потом как-то хайп пропал, и вроде как про него забыли, и все думали, ну, как все, может не все, но вот я, например, мне казалось, что это просто очередная такая история с какой-то хайповой игрой, которая похайпилась на всеобщем хайпе вот Battle Royale, и сейчас пропадет, и там все, никто не будет играть, но как-то говорю, каким-то вторым темпом, знаешь, Apex опять появился, неожиданно, все время в него кто-то играл, в общем, продолжали все играть, и как-то, а сейчас постоянно слышишь, что-то Apex, Apex, вот даже у нас есть вот это вот, получается, Adrenaline Cyber League, да, где, ну, там, зрители голосовали за выбор Battle Royale, и если бы Кирилл Кекс не пригнал бы в один момент там 3000 своих чуваков, потому что он в этот момент стримил, и не попросил бы их за папу проголосовать, ну, я так понимаю, Вудуш тоже, я слышал. Ну, я так понял, кто-то из стримеров конкретно, то есть, если бы они этого не сделали, Apex бы победил папу. Так-то в голосовании у нас в СНГ. Я там так же скажу, что там голосование сделано таким образом, что дисциплина, за которую ты голосуешь, она выбывает, и, возможно, еще половину не поняли, что они голосуют за то, чтобы вычеркнуть, а не выбрать. Нет, ну, выиграл-то папу по итогу. Ну, короче, люди поняли, за что голосовали, кажется, ну, потому что за папу-то в итоге все и затопили. Ну, короче, идея в чем? В том, уже поинтереснее даже, чем папу. Ну, да-да. Для меня это суперудивительно, ну, в смысле, как это может быть, Apex, мультяшная графика, что-то непонятное. Она, понимаешь, она не совсем, она как бы мультяшная, но она не добрый мультик, а она такой жесткий, типа, квейк. Да-да-да. Ну, просто понял папу, это же наша тема, в грязи по колено, с клашом. Это ваша тема, будете вот в грязи по колено. Сука. Да блин, ну, как так? Нет, среди батл-роялов, то Warzone мне больше всего понравился, но в Apex я бы с большим удовольствием сам бы поиграл, чем в PUBG. Вот, ну, короче, Apex, да, это интересно, и призовой фонд большой, и зрителей многое собираете вообще. Короче, этот, батл-роял 21 века. Да, и также призовой фонд Apex Legends Global Series превысил 2,5 миллиона. Я напомню, что мы анонсировали, точнее, не анонсировали, а мы говорили о том, что у них краудфандинговая система заработала, и вроде как до трех они могут докачать, и вот они уже, то есть забавно что, что уже 2,5 миллиона собрали, и что не может превысить трех, то есть есть какой-то верхний порог. Казалось бы, зачем делать верхний порог? Но мы-то знаем, что если верхний порог не сделать, можно потом как бы гнаться за десятками, сотнями миллионов каждый год, и ставить все более невероятные цифры, но тем самым создавать какую-то очень, непонятную шумиху вокруг сцены киберспортивной. Это я, конечно, на доте, если кто не понял. Ну что ж, а у нас по основным новостям все. Прежде чем перейти к улиточке, я еще посмотрю, что у нас тут в Дискорде. Вилат сегодня на стриме говорил, что что-то о составе на виподоте, мол, он знает какой-то инсайт, и что мы будем удивлены составом. Что думаете? Я даже не знаю, что ответить. Не глобальный вопрос, а скорее всего теория Загора. Получается, ИГС-пецом слили первое место в лиге, чтобы в группе на мажоре потренироваться. Нет, не думаю. По поводу первого и второго мне особо нечего сказать, по поводу второго не думаю, по поводу первого ну что. Я тоже могу сказать, что у меня есть информация про одну из СНГ-команд, что вы будете очень сильно удивлены тому, что скоро произойдет. Все. Больше никакой информации нет. Ну и, конечно же, срочное сообщение. Ты придумал Ирролин? Вилат сегодня на стриме говорил что-то о составе Навин. Нет, нет, тыгова, ты сказал, что у тебя есть информация. А, ну это я придумал. Озвучало, да, жестко. Ну и действительно серьезное сообщение, срочное сообщение с компьютера игрока команды Spirit ETOR замечено странное соединение. Анализ IP показал, что подключился неизвестный пользователь из Винницы, Украина. По странным стечениям обстоятельств, именно там проживает известный стример Виталий Артасаль. Добавлю, что добавлю, что паста про... Как вот Ярику себя на стриме говорил, что паста про паджера, пиджака, бучку. Мне тоже заходит больше, чем это. Да, конечно, ты че. Как вообще можно сравнивать? Новое поколение. Ну, типа, случайно как бы было замечено, точнее говоря, что вместо ETOR залогнился и батюшка-бачер-пуджер, пиджак. Вот эта паста была бы хороша, а это херня какая-то. Ну что, и на этом мы переходим к улиточке. У нас есть еще 15 минут на обозрение улиточных новостей. Их так, нормально, нормально. Может быть, даже чуть раньше закончим. Ну, начнем с улиточки прошлого выпуска, который появился в конце. Я ее, правда, не добавил, но она такая нетленочка. Начали появляться, насколько я понимаю, в Киеве странные объявления, может быть, и не в Киеве, вот такого характера. Объявление компьютерный мастер. Ну, стандартное объявление, фотография знакомого вам Сергея, он же как это? Батчер Бучка, он же Алсер. И таких, на самом деле, я увидел у Олси куча различных, то есть он там всю неделю постил различные варианты. Я уж не знаю, это какой-то мем, или это кто-то зафотошопил, или кто-то реально... Ну, в принципе, не стоит удивляться, что могли просто взять фотку и воспользоваться. Компьютерный мастер, пенсионерам скидки. Я, кстати, видел такое реальное объявление на автобусной остановке однажды. Не помню, фотка была там или нет, но вот оно прям один в один было. Но он написал, что... Алсер, что лучше не звонить туда там с камеры. Вот это что, аккуратненько. А, с камеры? С камеры. Все, понял. То есть 926, это же вроде наш какой-то код. Да, да, то есть возможно это... То есть это и в России. Да, это в России, видимо, использовали. Не в Киеве, как я изначально сказал. Но улиточка это не в том, где использовали, а улиточка в том, как. Вот, Иолсер. Не удивлюсь, если Иолсер в какой-то момент еще и объявит незаконно у нас, не разобравшись. Известный, известный держатель. Вот это вот уже новости я вижу. Скам контор, так называемый, скамер. Ой, ладно. У нас еще будет одна похожая тема. И ЛТВ сыграл папчик между матчами Вайлкарда. Я, более того, вчера заходил к тебе на стрим и видел, как Дредд удивляется тому, что у ЛТВ сейчас игра, а он, ну, скоро игра должна, по расписанию уже должна идти, а он папчик катает. Да, ЛТВ действительно сыграл между матчами Вайлкарда, паблик. Как говорится, можно вывести ЛТВ на мажор, но невозможно вывести ее при этом из паба. Он даже там будет фигарить. Ну, видишь, это, пока приносит успехи. ЛТВ раскрылся в Нигме. Отжаривает. Вот прям сейчас я краем глаза смотрю, отжаривает без кост. Вроде уже они выиграли. Они уже, в принципе, добились своего. Там сейчас они проходят челлендж под названием Кура играет на белке. На все герои. Да-да-да. И побеждает. Да, и они вроде как и победили. Ну, короче говоря, суть в том, что для них предыдущая была игра супер важна. Да, Нигма теперь в Венрах и будет супер, ну, супер серьезно настроен. Уверен, очень хотят попасть на Инт. Дальше вот такая вот улиточка. Я вот сначала скажу, что, знаешь, вот если бы ты, наверное, услышал что-то из серии Чемпионат мира по Excel, ты, наверное, подумал бы, что это какая-то вот новость, где никто не разобрались и что-то там выкатили у нас по российскому ТВ или на каком-то сайте из серии, помнишь, как мы читали всякие там непонятные... Ну, да-да-да. Компания Макрософт проведет первый Чемпионат мира по финансовому моделированию в электронных таблицах Excel, где выступят 8 ведущих специалистов из разных стран. То есть, это реально Чемпионат мира по Excel. Ну, на самом деле, не совсем по нему, скорее, с помощью него на его платформе, но я даже не представляю, как там все это будет выглядеть. Я вот знаю, что у нас, например, Excel, на самом деле, такая штука, что наш режиссер бывший, а может быть, кстати говоря, и нынешний режиссер тоже использует эту схему, что используется Excel даже вот для трансляции такой, чтобы ты там вносишь в табличку определенные данные, и у тебя от этого меняется графика. Не стоит удивляться, что и тут что-то подобное. Excel суперкрутая, да, прога, если что. Вот реально, среди всего, что родил, выдавил с ним Microsoft, ну, поэтому, видно, в принципе, очень крутой, но просто всегда на него хочется пожаловаться, потому что что-то лагает, и всегда что-то лагает, но как бы, окей, просто слишком сложная программа. Но вот среди многого другого, среди всяких скайпов, там, и прочей фигни, Excel, это реально очень мощная штука, и там в ней вообще все что угодно, по-моему, уже. По идее, в Excel можно даже компьютерную игру сделать, играть прям в Excel мне. Типа вот, как того. Следующая новость. В составе Chicken Fighters по Dota 2 произошли изменения, команду покинул ATF. В целом, ничего интересного этому парню, там, 15-16 лет, он реально перспективный игрок, разве что мне очень порадовал его никнейм. Amar the fucker. Amar the fucker это что-то из серии, вот, очень хочется услышать, как он выходит в финал, и конферансье объявляет, там, состав команды Secret, попей обзор. And Amar the fucker. И выходит такой, знаешь, fucker. Да, а-ля Сумаил там свои 15, такой худощавый, небольшой, такой, мамкотрахатель. Ну, типа, да, это, в, 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 про, мега пихаря. Я не думал, ты, мега пихарь, вот, это вот. Мега пихарь, да, да, я помню. Было, было, если что, Amar the fucker, это что-то, типа, мега пихарь. Вообще, таких, не хватает, таких людей, вот, почему, например, в какой-то новой команде, которая, начнет зажигать, каких-нибудь, тем, spirit, почему, есть, торонто, токио, там, но нет, мега пихаря. Вот если бы просто, мега пихарь стал бы в виде, как бы я орал просто. На английской трансляции бы, ну, Amar the fucker могут запретить, а вот мега пихарь, и еще вот этот, мега пихарь. Мога пихарь, мега пихарь. Как можно было бы просто орать, что мега пихарь в виде стоит, и напихивает кому-то. Да, это было бы жестко. Боже, я бы умирал от смеха. Где? Ноль рофл. Слушай, да у нас, у нас Эпилептик Кит стал Найтфоллом, и... Ну да, да, а мог бы стать мега пихарем. А мог бы стать мега пихарем. Да, Паша, Паша перестал. Хотя, мне понравилось, когда Паша убедил в свое время Велата, что Ебаша, это его фамилия, и Лат об этом на серьезных вещах написал, что, что, типа, он будет играть под своим никнаймом, потому что это его фамилия, мы не можем запретить. Ну, типа, надо говорить не Ебашу, а что-то типа Ебашу, понял, какая-то такая, и сейчас подумаешь, а, ну это какая-то просто такая редкая фамилия, там, вот, и все. Новость про Никса в улиточку в очередной раз, ну, тут мы уже все обсудили, видимо, я посчитал, что мы нужны сюда. Глава Квантик Дрим, как надо вести себя в суде? Глава Квантик Дрим продемонстрировали неподобающее поведение в суде по поводу токсичной атмосферы в студии. По словам представителей профсоюза, Кейдж, ну, короче говоря, один из, посреди заседания, начал рыдать, громко кричать и топать ногами, обвиняя Лемонт во вмешательстве в его бизнес и нанесении проявил урона репутации, после чего покинул зал суда, а Де, господи, я съехала, Де Фандемье вел себя не менее странно. Внимание! Во время дачи показаний он спросил судью, может ли он врать, так как не давал обязательств перед судом. Это что-то из-за А я как дред? Я еще могу соврать? Сорят, как дред, который играл в мафию, где ему дают слова, говорит, я мафия. А потом такой, ой нет, простите, я не мафия. Могу ли я теперь врать? Типа того, да? Можно изменить показания. Вот тут, ну, самое смешное, там, самая улиточка в том, в этом все новости ту я читал, в том, что в конце написано, что Кватник Дрим в этом суде выступает в роли истца. То есть это они в суд подали. Это знаешь, что частенько бывает, что кого-то подали в суд, и там люди ведут себя неподобающе. Типа, мол, показывают, что им это все кажется фарсом каким-то, мол, это судебное разведкиство вообще не должно было быть. Но тут они в суд подали и ведут себя неподобающе. А если я подал в суд, я могу врать? Вот в этом-то и улиточка, собственно говоря. Да. Ну что, у нас остались две мощные, разрывные прямо, те самые. Начнем с картинки, которую мне прислали в ВК. И это реально вырезка из ролика. Зачитаю для тех, кто слушает в аудио. У нас Алексей Пивоваров, насколько я помню, это же он? Алексей Пивоваров, журналист такой известный. Да, это он. Алексей Пивоваров на экране. И он, перед ним текст с дотерского на обычный. Капец, челик шокотку заруинил. Типичный подпивасник, который форсил ненужный файт и фидел. И справа типа перевод. Досада, сейчас некий человек испортил игру. Типичный игрок, играющий спустя рукава, который инициировал неудачные со стратегической точки зрения сражения и умышленно поддавался противнику. Я думаю, новую пасту. создан прямо сейчас Алексей Пивоваров. Сейчас некий человек испортил игру. Типичный игрок, играющий спустя рукава. Должно быть после типичной должно быть типичный батчер-бучер. Вот я теперь жду, знаешь, такую же фотку, прям абсолютно, что фотошоп-мейкера переделал, где дотер-236 и слева типа сейчас встретил бучку батчера-паджера, вот это. А справа перевод, где будет с этой серией там то же самое. Я даже не знаю. Блин, но тут же какая-то мега посторонняя пошла. Ну да, у меня же такое лицо здесь прямо. Как будто, да. Кстати, занятно, что про типичного пивасника обсуждает Алексей Пивоваров. не можем остановиться. А также вот что хотелось бы сказать по поводу последнего. Я вот недавно выпустил датаскоп на своем канале и в данный момент его посмотрел 5500 человек. Все очень лайкают, всем нравится, круто. Но, блин, 5500 человек. И сегодня с утра я, короче, просто зашел и сделал за меньше, чем за минуту ролик на 49 секунд, который, судя по всему, соберет гораздо больше. Но, как бы, ролик я показывать не буду, но суть этого ролика в том, что если вы оказались в очень сложной ситуации, играя за кунку, у вас есть единственный выход, и он сейчас появится на экране. Официальный матч, дамы и господа. Да и в курсе вообще этой фигни? Да, конечно, видел. Я тоже смотрел. Ко мне набежала куча людей, сделаем же в 7 минут, и которые говорят на 50 ты, там, 40, или типа того, мол, смотри на кунку, смотри на кунку. Я говорю, да, ребят, ну что вы спамите? Я говорю, если будет что-то интересное, я потом в реплеи присмотрю. И потом только понял, насколько это смешно звучит, что в реплеи присмотрю. Вот это, блин, там такой момент был, сейчас погоди-ка. Там же еще дело в том, что он насадил туда Артизи в итоге, да. Да, он первый раз, кстати, довольно кривую пиписку нарисовал, а второй раз у него прям идеальный. Идеальный, да, согласен. Идеальный, я не знаю, он еще даже вот повернулся в эту точку, прям завершил. Он насадил Артизи, улиточка этого всего, вообще вот самая глобальная заключается в том, что сейчас Артизи будет играть ничего не решающий для себя матч с командой Ликвид. Если он проигрывает одну карту, то это переигровки между Спирит и Ликвид. Если проигрывает две, то Спирит насаживается на... и я тут думаю... То есть с Артуром поспешил немного. Артур все сможет насадить, если хочет. Артур реально может реверснуть эту пикшу очень-очень неплохо. Да, вот такая получилась неделька у нас. Вроде бы ничего особенного, а вроде бы и неплохая. Такая как бы... Скандалы какие-то вот такие, даже ламповые, у нас эти баны. Ну вот, кто бы мог подумать, что не будет у нас банов на мажоре. Да, по-любому были бы. И просто они каждый раз вышли такие, что ты смотришь и думаешь, ну почему нужно было сделать все именно так? Кто бы мог подумать, что будут какие-то такие ситуации? Да все мы, естественно, знали, что с чем-то подобным у нас все это кончится. А этот подкаст кончится вот такой вот улиткой. И на этом на сегодня все. С вами были Ярослав и Нос Кузнецов, Владимир Малыштором-Кузьминов. Как всегда, на следующей неделе мы встретимся и, наверное, обсудим уже итоги мажора. Что-то может быть удивительной. Будет, возможно, еще больше мемесов. Мы услышим и увидим. И отчет как бы запущен до следующего подкаста. Мемесы начинают собираться. Присылайте мне в личку.